Качество, безопасность, уверенность против Скрин-Сквад. Да, посмотрим. Наконец-то долгожданная встреча. Да, Скрин-Сквад у нас впервые появлялись. Впервые, да. КБУ и ЮЭС уже появлялись. И посмотрим, как они будут противостоять друг другу. С одной стороны появился Огрмак, который мы, по-моему, еще не видели. С другой стороны тролль Варлорд. С подчином. Да, троля точно не было. Да, его с подчином. Посмотрим, как он здесь постоит в линию. Как вообще по игре себя покажет. Потому что вроде есть как и Пугна, которая... Да, с бисмастером на линии, которые будут обеспечивать ему проблемы. Поможет ему в этом такой крип синего цвета. ЦМ-очка. Ну посмотрим, как она все реализует в этой игре. Да, да, посмотрим. И ЦМ-ка, кстати, у нас тут тоже впервые появляется. ЦМ-ка разве не появлялась? Нет, ЦМ-ки еще ни разу не было. Хорошо, хорошо. Посмотрим, как она реализует себя после патча. Сразу же у нас кБУ прожимают смоки. Скрин-Сквад не сразу, но тоже. И бегут на руме, бегут на встречу, на меду, на речке, на мужика. Да, довольно интересный, как мы уже говорили, долгожданный матч. И комментаторы, и аналитики, и в пришоу тоже говорили, что вот... Ждем. Ждем скрина, посмотрим, как он подготовился. Да. И как он подготовился, мы по этой игре и узнаем. Да. Надеюсь, игра будет интересная. Да, и уже тут, я вижу, заходит на вражескую тройку. Скрин идет первый, ничего не боится. Ну да, если что, второй подбросит, и Джиггернаут должен раскрутиться. Ну пока что никого не находит у нас команда Скрин-Сквад. Вижен просто поставили, и, возможно, даже рассчитывали никого не найти. Поставить глубокий вижен. Да, опять мы здесь с тобой видим, Саш, и Марс, и опять с ним по Снепфайм появляется. Да, стандартные уже линии на этом турнире и в этой мете. Но вард, конечно, я так понимаю, спалили. Да, спалили вард, спалили Центриак, сразу же разблочили. Прочитали этот момент КБУ-ЮС, молодцы. Свои варды они не спалили, их никто не тронул. И посмотрим, что сейчас у нас по руну будут. Успели у нас разойтись по позициям. И в итоге у нас будет 2 на 2 по руну. Да, забирает последний реал. И все, и по линиям. Уже на подстопах на меду. Ребята расходятся по боковым лайнам. Да, интересно, как здесь будет тролль собираться. Будет ли собирать здесь BattleFurion? Да. Или же выйдет какие-то диффуза? Да, посмотрим, посмотрим. Яша, Монта, то же самое есть тоже. Но сейчас, как я знаю, мета-баттлфьюри. Я замечаю, пытаются выформить этот топор со сплэшом на всех героев, на которых его можно собрать. Да, только сегодня вот у нас играли. Была игра, где Джаггер собрался фаст-молнии. Да, да, да. По-моему, даже первый раз это было. Цемку уже пробили. Пугна настреляла. Тролю пока что тяжело, на первых левелах. Хочется милишную форму получить. Че, Денайт у нас пугна крипчика. Отлично сыграл. Еще одного пропустил. И пока что тролль только одного крипа. Уже двух. И очень сильно их раздамаживает. Сейчас Цемка умрет, скорее всего. Нет, стики прожимают в последний момент. Если что, еще был фэрифарик. Но пугна очень сильно закидывает. И Цемка пока вообще ничего не может противопоставить ей. Да, тяжело стоять. Как и Цемке, так и троллю против этой пугны. Да, это первые левела. Посмотрим, что будет чуть дальше. Но пугна пока что просто соло их прогоняет обоих. И Цемка, скорее всего, сейчас погибнет. Фэрифарик еще есть. Прожмет. Да, прожимает. Но пугна просто избивает фласку. И бьет Цемку. И ребята вообще уже даже не знают, что и делать. Хотя, возможно, они уже ожидали такого. Понимали, на какую линию идут. И им главное здесь не нафидить, а придержаться до своих левелов. Да, можно какую-нибудь раненую масочку на тролле тоже самую взять. Или колечко на реген. И, возможно, уйти в лес. Да, и пойти в лес, спокойно фармить. Да, там пугна дальше гонит у нас Цемку. Цемка от нее уходит. Здесь прыжок на скрина. А, и скрина убивает на First Blood. Марс забирает этот килл. Да, хорошо сыграла у нас команда КБУС. Подловили скрина на ошибки. Зачем там перебычил. А здесь у нас Цемка замораживает пугну под пачкой крипов. Пробивает пугну неплохо так. Но она выживет и уйдет. И выведет пачку. Под своего бессмастера. Не надо заводить под тавр, дождаться пачечки крипов. И спокойно зафармить это все. Все по инструкции. А здесь у нас инвокер неплохо кунка пробил. Скорее всего сплэшиками. Выжигают ману у нас инвокер Пикачу. Отлично знает дальника Пикачу. И пока что спокойно они стоят. Но кунка чуть перефармливает. Да, но у кунки видишь уже боттл есть. Можно пойти... На руну воды. Да, руну воды подобрать. Ну пока не хочет. Пока хочет добить всех крипов и уже пойдет. Здесь у нас ЦМка видит, как бессмастер фармит лес. Да, вторые топоры уже имеет. Можно в принципе ЦМочку, мне кажется, с этими вторыми топорами-то и подзабрать. Ну наглеть точно можно. Да, наглеть точно можно. Еще и подходит пугна у нас здесь. ЦМке нужно главное сейчас не подставляться. Потому что 300 хп пока что. Да, пугна ставит вард. Это должны видеть они по пассивке. Да, знают где вард. Сейчас пойдут просто вард сломают. Выходят из-под бласта. Неплохо. В этот момент Джаггер уже зажат под тавором своим. Половину хп имеет. Пригвоздили его к тавору. Пробьют чуть-чуть, но не убьют. Так, здесь ЦМка почти умирает. Тролль бежит за пугной. Хочет добить. И скорее всего добьет. Еще одну тычку дать. Ну, топоры скорее закинуть и убить. Но умирает сам. Слушай, мне кажется, как... Стоило ли это того вопроса? Да, стоило ли забирать сейчас пугну и самому погибать? Да, но восстановит ресурсы, возродится. Сам получил килл. ЦМку загоняет под тавор. Сама выжила. Видит птичку. Птичку бьет. Здесь Джаггер открутился у нас в Марса. Марс пытается уйти. Бьет. Замедляет бабка обоих персонажей. И в итоге Марс отходит. Начинает бить бабку. Бабким очень мало хп. Марс дает удар щитом. И в итоге все на лох хп разошлись. Да, Угар на себя сразу уже фласочку юзает. Магомер тоже. Слушай, она поразмеливалась неплохо по хп. Да, да, да. И Марс вынужден идти на базу. Да, у Марса нет ресурсов, чтобы выхилиться. А здесь Кунка с инвокером тоже раздамаженный. И в одну бы из этих команд облудсикера, который бы сейчас разогнанный бегал. Это да, было бы. Да, здесь добивают у нас снэпфайр. Джаггер раскрутился. Снэпфайр не ожидала, возможно, такого поворота для нее. Да, видимо, сыграли от стана скрина и просто закрутилку забрали. Да. А здесь у нас подлавливают инвокером, но здесь инвиз и сцентриков нету. Да и не нужно. Вряд ли бы он, конечно, убил его. Да, но слушай, тяжеловато пока инвокеру ставить в меду. 14 скрипов имеет. 25 у Пикачу. Шикарно себя чувствует на этой линии он. Да, и скорее всего сейчас еще сплэшем его замажет неплохо. А здесь опять выводятся пачки. Слушай, ну по-моему, бисмастер вообще демоши тролля не чувствовал, пока он его... Ну, мне кажется, и тролль особо уже не чувствует. Цемка, конечно, страдает. Она вынуждена страдать со своим хп-баром. А бисмастер выводит крипов, убивает... Прошу прощения, не иншей, а пачку крипов в лесу. А здесь нам маленький спот выводят. Да, ну мне кажется, здесь видишь, у ЦМки такая и роль будет, что потанчить, чтобы на нее демок... ЦМка потанчить, это забавно звучит. Ну на линии, на линии я имею в виду, может, от этого хотят сыграть. Да, здесь у нас пугна, встреча с троллем. Сгрызаются в пугну, бьет пугну, но... Возможно, убьют, но, скорее всего, и сам погибнет. И тут бисмастер, надо разойтись, надо разойтись. ЦМка бьет вард. Откинули с топорами оба персонажа. ЦМка примораживает и тролль уйдет. Да, отлично, у нас КБУ здесь разыграли ситуацию. Тролль в итоге выжил, еще и килл забрал. Да, ПТ у него уже есть, на силу переключи. Здесь ЦМка дает тангус и сайдет дерево для тролля. А здесь у нас на низу опять почти что убивает Марса. Откинул его под тавр... Откинул под тавр Джаггера. А здесь приходит кунка, убивает одного, и, скорее всего, Клин тоже не переживет это. И Марс, скорее всего, тоже догорит. Догорит ли? Да, догорит. Нет, не догорает. Потому что 20 хп остается. Танга выхиливает. Неплохая перетяжка от кунки. Убиваю двоих персонажей. Хотя, казалось, тут Марс должен умирать. Здесь закидываются хорошие топоры от бисмастера. Почти что умирает тролль и захочет этой типль. Наверное. Да, отходит, конечно же, под Т2. Возможно, стоит сходить на базу. Или уйти в лес. Да, тяжело уже стоять против этого бисмастера. Он еще и 6 уровень получит. Закидывает огар-горелку в Марса. Марс, он прям страдает. Откидывает копье на развороте. И, скорее всего, пойдет на базу. Или будет стоять под тавром и получать левел. Скорее всего, второе. Да, но видишь, у Джаггера здесь тоже линия. А здесь, кстати, убивают у нас инвокеры. Перетяжка от Мерлина в мид. Хорошая получается перетяжка. Пикачу получает килл. Слушай, вот я говорил. У Джаггера 21 крип. Довольно-таки не то, что он, наверное, хотел вынести с этой линии. Но он сделал килл. Так что, мне кажется... Но тут троллюшка даже побольше имеет. Прыгает у нас Мерлин. Его сразу же станет скрин. Джаггер крутится. Бьет очень больно. Но отходит. Потому что уже под своей башней крутилка закончилась. Да, пока не хватает еще дамага убивать Мерлина через одну крутилку. Когда будет шард. Когда будет дамагшина крутилка. Там уже будет очень больно под ней. А здесь тролль чувствует себя более-менее комфортно. Конечно, только пятого левела. У Бесмастера уже шестой. Но все же. Все же он под тавром забирает своих крипов. А тут уже перетяжка от инвокера. Если убьют одну цемпу, это будет размен на малую кровь. И троллю просто главное выжить сейчас. Да, хорошо инвокер прилетел после своей смерти. Ну да, наверх. Все-таки сделали хоть какой-то килл. И скорее всего тавр сейчас будет спушивать. Сюда уже тпшится кунка. Хочет дефать тролля. Его уже идет в атаку. Ударил его в арт. Так что знаю это кунки. И расходятся. Просто расходятся. Да, потому что в мид инвокера уже идти не хочется. За счет этой кунки. Ну, вообще там кунка перетянулся. И поэтому он сейчас вернется на мид. Знаю, что его не будет какое-то время. Джаггер уже отходит в лес. По таймингам пока что все среднее. Восьмая минута. Видишь, у него молнии собирать. Не бфчик. Да, да, понимаю, что бфчик слишком жадно здесь. Здесь у нас это будет бугнов. Здесь умирает бабка еще погибает. А, нет, выживает. Здесь у нас тролль разультился. Сломает вард еще. Все, отлично. Килл для кэри всегда в плюс. Бабка здесь на лоха тогда выжила. И здесь еще скрин. Бегает вардит. Да, четвертый уровень имеет. Маленько он, конечно, в миду его апнул. Да. Но хочется уже, наверное, шестой, чтобы мультикастики были. Да, здесь кунка встречает у нас бисмастера. Сплэшик ему чуть надамажил. Попытался дать волну, не получилось. Встреча здесь пугной. Инвокер. Начинается драка. Много скиллов залетает у нас кунку. Кунка под кораблем. Пугну замораживает. Пугна, скорее всего, это не переживет. Хороший сплэш от кунки. Пол хп сносит пугни. В этот момент у нас джаггер на низу погиб. Убивает здесь у нас пугну. В итоге все очень просевшие, но выживают. Да, Пикачу уже совершает серию убийств. Но в то время убили джаггера, скорее всего, через арену Марса. Да, да, да. Арена Марса была потрачена. И здесь топорами добывает у нас бисмастер кристалку. Неприятно для нее. Неплохо так подфармил. Крипчика? Крипчика, получается, Крипчика. Ну, тяжело, тяжело. Кристалки, как я уже и говорил, там эти топоры сейчас замакшены. И пару штучек, две, три, и все. И уже в таверне. Да, она уже в таверне отдыхает. О, здесь инвиз. Инвокер его заберет. Возможно, захочет сразу выбежать куда-то. Ну, нужно, нужно. Тут у нас ботл ревилят. Да. Тогикунка отходит на некоторое время в лес. Инвокер также в своем лесу находится, но крипов пока не бьет. Скорее всего, выйдет вниз. Тут, конечно, стоит вард, но его не видно. Руна работает. Возможно, на Марса? У Марса еще арены нет. 20 секунд. Инвокер уже здесь. Сейчас, скорее всего, стан будет, да. Ураган подкидывают. Дальше Огрь подливает. Крутилка Джаггера. И Марса это не переживет. Пригвоздили, конечно, инвокера. Но нет, еще живет! И не идут дальше за ним. На 80 хп уходит Марс. Бабка хорошо подсейвила, вовремя дала печеньку. Придется уйти на базу, но живой. Главное, что жив. Да, жалко, у Джаггера не было ульты. Мне кажется, тут можно было делать спокойно даблкил. Да, да. А там бабка стакает. Там уже неплохо так стаков для кунки. Здесь у нас корабль без мастера. Сразу же два сейв ТП. Пугна и Огр. И продолжают его прям. Блаз закидывает Пугна. Топоры закидывает без мастер. Но кунка говорит. А вот лови сплэш. Аж Пугне приходится перекачиваться без мастера. И Пугна не отдается врагу. Решила заданайться. Да, 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 да. Данайться. Кристалка пытается получить где-то левел. Покупает книжку. У нее еще нет ультимативной. Уж здесь хотят КБУС выйти в мид. Убить этого инвокера. Но инвокер вовремя отходит. Да, и скорее всего только вышку заберут. На миду. И посмотрим, что продолжится дальше. Да, даже вышку решили не забирать. Сейчас у нас... Да, 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 да. Расходятся. Пошла у нас кристаллочка. Хотят пофармить. Хотят пофармить. Молнии появляются у Троля. У Джагера тоже они должны в скором времени появиться. Но хотя чуть позже. И уже убивают пачечку. И Айна подходит к товару. Да, 6000 у нас общая ценность у Пикачу. Ставят у нас вард Пугна. Зная, что если что они будут атаковать. Ой, хорошая руна для кунки. А сейчас можно зафармить стаки, мне кажется. Да, Пикачу скорее всего под ней. Захочет их зафармить. Возможно даже с Тролем. Возможно один. Нет, Тролль отходит, значит Соло будет зафармливать. И под руной ДД упадут они очень быстро. Да, но тут на руну прям ему колоссально повезло. Потому что без нее он бы ковырял этих криптиков. Скорее всего он бы не пошел даже. Да, даже скорее всего бы не пошел. Скорее всего он бы пошел. Здесь у нас Пугна прыгает, Инвокер бегает. А Джаги фармит лес. Пытается вынести молнии, 300 голды ему до них осталось. Маки прожимает Инвокер и Пугна. Выходят в свой лес. Скорее всего будут дефать нижний тавр. Там два героя команды КБУ и ОС находятся в данный момент. Это у нас Тролли Кристалка. Да, но Кристалки тут бы не подставиться. Да, но если что, в размен ее лучше отдать, чем Тролля. Да, она здесь скорее всего уже не переживет. Ее подкидывают. И Джаггер добьет. Да, отдают Джаггеру. Тролль ушел, прожали. Смоки у нас, кстати, Кунка и Снэпфайр в этот момент. Ищет Бесмастер. Бесмастер бегает лесу. Встреча. Стрельба. И надо главное спить ТП ему в нужный момент. Но Стан и есть, он даже не ТПшится. И Бабка еще наплевывает. Но Пикачу забирает и уже имеет превосходство. Да, сбили темп Бесмастеру, потому что, посмотри на его Нетверс, 6300 имеет. Да, да. Самый богатый в своей команде пока что Инвокер. И его лучше всего убивать. Да, его лучше убить. И Инвокеру нужно где-то находить киллы или пофармить лесочек, потому что 4000 Нетверсов довольно печально на Инвокере иметь. При этом у него нету какого-то Медаса, чтобы камбэкнуть. Да, Медасика нет. Здесь у нас атакуют скрина. Под ульту ЦМки тролль забирает. И, скорее всего, еще спушит тавер на низу. Здесь рядом Джаггер находится, но у него нету маны даже на ульту. Хотя есть стики, конечно. Возможно, если сейчас встретит ЦМку, убьет ее. Ну да, можно мне ульт ввозить? Возможно, можно пойти. Да, 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 да. Сейчас идет, скорее всего. А, нет. Придумал. Боится, боится, что тролль перетянется и убьет его после ульты. Да, он еще, видишь, сразу крипам решил отходить, чтобы если что... Да, 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 да. Чтобы он перепрыгнул на крипчиков. Подумал, что игра не стоит свечи. Боится, что нажмет крутилку, начнет нажимать ТП, а тролль собьет. Здесь у нас прыгает в пугну, подстанивает бабка с печенькой. Кунка ее бьет, крестом возвращает. Всасывается пугна в пугну, но он поставил сразу же первый, и ей пришлось отходить. И умирает у нас пугна. Пикачу еще один килл делает. Пикачу уже имеет. Шикарно себя на этой карте чувствует, показывает. Да, прям кайфует. И скоро уже БКБ у него будет. Здесь у нас Огр откидывается горелкой. Джаггер раскрутился, хочет в ЦМку, но ЦМка быстро от него убегает. Здесь еще инвокер. Надо отойти, надо отойти. Или нет, уже Кунка здесь появляется. Хотят поймать инвокера. В него влетит корабль, тролль прожимает ультимативную. Бьет инвокера, инвокер погибает. Превосходство у нас имеет реалм. Кунка идет дальше уже с БКБшкой. Хочет, наверное, убить Джаггера. Но не видит Джаггера, видит только Агра. В него крест сейчас даст. Там в этот момент убили у нас еще пугну. Марс оформил соло килл с ареной. Бежит дальше у нас за Огром. Ну, стоит ли столько тратить время на этого Агра? Да почему нет? Почему нет? Фрикил. Да, должен погибать 100%. Да, она стреливает. И сейчас еще одна атака. Или выживает? Не-не-не, не должен. Нет, все же уходит. И попадает у нас торрентом. Еще и богатство выкапывает у нас скрин. Да-да-да, так сказать. Это ему компенсация за то, что столько времени потянул. Прожимает у нас маки пугная инвокер. Хотят, возможно, выйти куда-то, поймать, соло килл какой-то оформить, потому что инвокер хочет наполнить свой весел. И, в принципе, чувствует себя комфортно на данный момент. Хотя имеет самый плохой нетвор среди коров. И идут во вражеский лес. Там стоит у них один вард. На нем никого не видно. И, скорее всего, да-да-да. Перетягивает. Рисует, чтобы перетянулся еще сюда без мастер. Но нету никого в лесу. Да, в итоге и время потратили, и смоки. Да, захватывает просто лес. В этот момент фармит вниз. Скорее всего, упадет сейчас вышка на низу. Да, у молнии уже бафнутые молнии полностью собранные. И что же будет собирать дальше? Наверное, БКБ какая-нибудь или линку? КБУ-юэс прожимает смоки в них. Марс, Кунг, Снэпфайр. Идут в сторону Рошана. Знают, что их лес сейчас содержит в себе несколько героев вражеских. Пикачу боится подниматься. Спалился Пикачу. С него смоки спали. Ставит арену Марс на инвокера. Начинает наплевывать бабка. В него сразу же всасывается Пугна. Разлучили Пугну инвокера. Инвокер погибает. Пугна пытается уйти, но от Кунги ты уже не убежишь. ЦМка прожимает ультимативную способность. Но ей ее сбивают. И потом убивают. Нет, она сама ее сбила. Также убивает у нас Пугну. Добивает у нас зоопарк Снэпфайр. Прожимает Пикачу БКБ. Начинает налупливать по бисмастеру. Его пригвоздил Марс. Скорее всего умрет у нас. Нет, убегает. Умирает у нас Марс в этот момент. И умирает у нас Пикачу. Перетянулись в итоге все оставшиеся герои скринсквада. И убивают четырех героев КБУ-ЮС. Остается только тролль, который не участвовал в этой драке. В итоге отлично. Перетяжка от скринсквад. Отличная реализация кнопок. Вроде бы КБУ-ЮС нажали у нас смоки. Решили атаковать. Драка начиналась неплохо. Вырубили сразу инвокера. Но остальные герои подтянулись. И не ударили в грязь лицом. Да, отличную драку у нас скринсквад в итоге задали, выиграли. Ну да, нет. КБУ-ЮС у нас начало эту драку. Но в итоге... Да, но в итоге перевинули. Атака провалилась. И сразу же Рошан. И скорее всего это при Рошан. Потому что не успеют. Очень быстро он падает. Еще не все герои возродились в ВЮС. Без Кунки точно не пойдут. И даже Кунка не успеет возродиться. Рошан упадет. Очень быстро убивают. Под мультикастами Агра. Да, я не знаю. Сацапат забирает. Можно найти сейчас. Да, спрыгивает у нас Марс. Кидает копье. Пригвоздил. Здесь уже Кунка. Кунку отгоняют зоопарком. Но у нас почти умирает Пугна. Арена ставится Марсом. Сосалась Пугна у нас Тролля. Тролль под бессилием. Хочет ультануть скорее всего. Сейчас ультанет. Да, ультует. Живой. Бабка умирает. Тролль под Весселом. И скорее всего умрет. Как только закончится его ультимативная. Да, умирает Тролль. Умирает у нас ЦМка. И умирает Снэффайр. Очень плохая драка. В размен только на одного Агра. Даже Пугна выжил. Который казалось бы не должен переживать этот файт. Выхиливается вардом. Да, Пугна колоссальный дэм. Колоссальный дэмэдж все впитал. Да, и выжил. И Силсов еще многом. Слушай, ну опять вторая драка за Скринн Квад остается. Да, и Рошан уже Аегис в Джаггере. И возможно не стоило драться после того, как они только забрали Рошана. Да, но видишь, подключился Тролль. Скорее всего они думали без Тролля. И тяжеловато было в прошлой драке. Но в итоге, как мы сейчас выяснили. Что без БКБшки он не хочет драться. Да, без БКБшки тут делать нечего. Там Весел в него влетел. Там его подкинули на Торнадо. И вообще все очень плохо получилось для КБУС в данной драке. Да, нужно дожидаться БКБ на Корах. Пока что имеет только Кунг. А нужно еще на Марсе и на Тролле его собрать. Да, и в итоге у нас башня сверху скоро упадет. Джаггер ее подпушил. Конечно, прожали Глиф. Это выиграет какое-то время. Но не хотят отсюда уходить. Скринсквад продолжает пушить. И вышка упадет. И вот они, мультикаста от Агра. И еще Аллакрити. И этот Джаггер наваливает с бешеной скоростью. Там еще и Аура от Бестмастера. Это жесть, как она есть. Захватывает сразу Аллакрити после спуши, вышки. И скорее всего перейдут на какую-то другую сторону. Да, в планах у нас вонвеками Дасик себе собрать. Да, самое время. Не закончилась бы игра. Пока, я не знаю. Пока они не спушили все. Ну, конечно, вряд ли. Ты думал, БКБ тебе будет делать. Да, БКБ. Полезнее, конечно же, будет у нас БКБ. Слушай, ну, драку КБУС нужно принимать только с БКБшками на корах, как я уже озвучивал. Потому что без БКБ тяжеловато драться. Слишком много маг-дэмэджа. Та же Пугна, Огр, Инвокер, Бестмастер. Тролль точно не хочет драться пока что. Пока у него не появится. Да, он все время эти микростаны ловит. В итоге ульта у него уходит в никуда. Да, ему остается буквально тысяча голды. И у нас тут прожимаются смоки команды Скринсквад. Все, кроме Джаггера в смоках, ищут тролля. Тролль здесь. Тролль любит как-то уйти. Нажать ТП-аут. И сейчас будет встреча. А, это ЦМка. ЦМку находит. Но ЦМка это малая кровь. Если у нас все остальные уйдут, кто здесь находится. Слушай, ловит у нас тролля еще, видит? Да, не уйдет здесь тролль. БКБшка появится гораздо позже. Здесь уже ничего ему не поможет. Умирает тролль. Вроде бы казалось, что ЦМка разревелила смок. И у тролля будет шанс уйти. Но слишком быстрый все герои в Скринсквад. Да, видишь, там еще и Огрмак его перехватил. Сразу заметил. Да. БКБ нету, чтобы нажать ТП-аут сделать. Хотя там даже если бы так произошло, Бессмастер бы сразу сбил. Да, в планах у Кунки собрать ребра себе. Да. Уже 4000 имеет на руках. У Джаггера появляется Санжидж Яша. Слушай, боевой такой Джаггер у нас. С Сашу Яшу, кстати, сделал. По-моему, сегодня их даже не было. Ну да, там обычно у них вообще другая сборочка через Баттлфьюри. Я видел Баттлфьюри молнии на Джаггера. Это давно было. Да, скорее всего, Скринсквад хочет забрать вышечку. Да-да-да, нижний тавр. Может быть, потом на мид передвинутся. Может быть, на Т3 зайдут. Здесь у нас инвокер покинул Сэмочку, но это так. Приветствие. У инвокера БКБшка через 1500 будет. И Т2 на низу упадет. Очень быстро пушит Джаггер. За парком Бессмастер. Бессмастер стоит рядом, ауру дает. Пугна еще бласты закидывает. У Марса появляется БКБ. Отлично. И осталось только Тролю ее купить. Да, нужно дождаться срочно БКБ нужно. Да, времени нет. Вот бы сейчас дали. Сразу же прожимаются смоки. Бессмастер случайно себя их снял. И хотят зайти во вражеский лес. Да, заходит в вражеский лес. Пока что здесь никого нет. У ЮЭС в стороны разбежались. Увидят сейчас героя на верхней линии, кстати. Да, Тролль сразу прожимает ТП. У нас правильно делает. Успевает, успевает. Хорошо. Отлично. Так бы, опять бы тайминги БКБ сбились. Так же у нас утпшивается кунка. Отлично. И в итоге этот смок не реализован. Все успели утпшиться. Отлично. Играют КБУ-ВС. Прочувствовали этот момент. Увидели на Вижене, возможно, где-то. И все выживают в данном игровом моменте. Но у Джаггера все еще есть Аега, скорее всего. Да, 3 секунды. Я хотел сказать, что скоро закончится. И буквально сейчас она заканчивается. И Скади будет себе фармить, чтобы этот тролль вообще не хилился. Этот вампиризм не будет работать. Да, Джаггер. Да, тоже против Кумки он хороший. Этот Скади против Марса. Таких вот толстеньких персонажей. БКБ появляется, кстати, у нас на тролле. Можно нажимать смоки, наверное, как у ЮЭС. Да, потому что как раз закончилась Аегис. И у вас есть все кнопки, которые вам нужны. Да, главное правильно ворваться Марсу. Застанет нужных героев через копье. Да, птичка сейчас их видит. Надеюсь, они не прожмут смоки на птичке. Заходит на горочку у нас Кринсквад. Знает, что чем ты выше, тем лучше тебе драться. Тем лучше у тебя позиционка. И, возможно, захотят там смоки прожать сами. Да, что-то много кликов, много рисунков. Понимают примерно, где находятся противники обе команды. Но пока что нету прямой консультации. Здесь у нас Джаггер, видят Пикачу. Молнии по ним летят. Огроз закидывает в них горелки. Слушай, обидно, горелка. Все, блин, и сбиты. Да, залетела в Марс, еще эта горелка последняя. Бежит зоопарк, начинает стрелять по Марсу. Марсу бы прожать щит. Нет, гоняет зоопарк. Отводит у нас бестмастер. Сразу КБУ-ЮС прожимает смоки, но... Стрелял уже половины ХП нету. Все было на птичке, поэтому Скринсквад знает, что они прожили смоки. Надо просто убежать. Да, скорее всего, не продумали этот момент. Но врываются у нас бестмастера. БКБ нажимает Марс. Пригвозил. Бестмастер не переживет это. Его зоопарк тоже помрет. Зоопарк убивают. И в итоге, возможно, птичка это увидела, но не ожидали такого. Ну, неплохо. Неплохо. Бестмастер довольно-таки такой богатый. Также зоопарк. С него тоже деньги упали. И потратили три ультимейта. Команда КБУ-ЮС. Как бы Скринсквад этим не воспользовались. Да, видишь, не только три ультимейта, но еще и БКБ на Марсе потратили. Да. И в итоге, возможно, по возрождению бестмастера пойдут драться. Потому что тайминги позволяют. БКБ появляется инвокер. И, блин, появляется у нас у Снэпфая. Отлично. Шмотки появляются потихоньку. БКБ у инвокера тоже должно чуть-чуть изменить. Равновесие сил. Да, как мы видим, пока что у нас равная игра. 51% на Скринсквад. И КБУ-ЮС у нас... А, вот, уже 50 на 50 игра. Да, давно такого мы не видели. Давно не было, да. На 25-й обычно у нас и игры заканчивались бывало. А тут ровная игра полностью. Непонятно, кто здесь выиграет. И сейчас следующий замес, скорее всего, будет на Рошане. 30 секунд первый тайминг. Потом еще один тайминг. Подождут ближайшие 2 минуты. Хотя, в теории, могут выйти. Пока Дэски лов. Да, но мне кажется, еще можно дождаться Скади на Джиггринауте. Там не так уж много голды остается. Да, с одной стороны, да. С другой стороны, надо Арену Марса и Морти Меркиз с Снэпфайр дождаться тоже. КБУ-ЮС. Без этих ультимейтов точно нельзя инициировать. Слишком много дэмэджа, слишком много контроля они дают, чтобы начинать без них. И начинают подпушивать на низу башенку. Т2, хотят снести. Тролль бьет быстро, смоки прожимают остальные герои. Только кунка в них не попал. И, возможно, хотят сразу же заинициировать после пуша Тавры. Находятся у нас в Рошане. 2 минуты. Ну, неужели пугно АФК будет 2 минуты стоять и ждать его? Нет, выбегает. И уже рядом герои. Так, видят Курьера Агра. Знают, значит, где примерно находится герой противника. Зоопарк без мастера был спален. Да, ну знаешь, куда идет зоопарк без мастера, там и сам без мастера. Да, 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 да. Тоже кликают по Рошану, ждут. Знают по таймингу, что скоро он должен быть. В теории он мог быть и сейчас. Кунка у ТП шелся на базу, если они не... Мы с Криста. Да, с Криста вернулся. Вроде как. Да, 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 да. И начинают у нас уже потихоньку на Т3 заходить команда Скринскват. Вверх у нас потихонечку будет пушиться. И надо ТПшки делать сейв. Тут уже половина тавра упала. Пачка крипов прибегает. Зоопарк без мастера здесь. Там удар с щитом Макса, конечно, решает этот вопрос. Но надолго ли? Да, ну просто Скринскват решили отойтись. Выбили 3-4 ТПшки даже от КБУ-УС. И они сразу же прожимают смоки КБУ-УС. Только тролль в них не попал. Скринскват отходит, отходит. Хотя не особо отходит. Они до сих пор находятся в лесу. Возможно, захотят обойти. Да, хотят зайти на Т3. Обводят ей её. И сейчас будет встреча. Врывается Марс. Не угадал. Думал, они в Рошане находятся. Убивают птичку. В итоге у нас минус БКБ на Марсе. И драку уже не так хочется начинать КБУ-УС. И через 15 секунд Рошан. А БКБшки не будет ещё 70. И в итоге заходит на Т2 на миду. Или нет, нет. Переходит на Т3 на низу. Тролль будет подпушивать. Тоже же делают Искринскват. В итоге будут спушить Т3 тавараны в лёгких линиях. Джаггер, конечно же, спушит быстрее. Потому что тавар уже почти упал. Конечно же, прожимают обе стороны укрепления построек. Слушай, летит у нас Огар. Да, и у нас инвокер уже здесь. Скиллы летят тролля. Ставится арена. Инвокер сразу же прожимает БКБшку. Выходит у нас КБУ-УС. Прожимает у нас Пикачу тоже БКБ. Тролль тпшится на базу. Надо её дефать. Всем остальным надо просто разбежаться. Скади появляется у Джаггера. Рор у нас ЦМку. ЦМку убьют. ЦМка. Это разменная монета в данной игровой ситуации. В итоге там наверху тролль тоже отогнал Джаггера. Или он уже сам решил уйти. Рошан уже появляется. Бисмастер, птичка это видит. И сквинсклад заходит на Рошана. Есть у них информация об этом. Все перетянутся. Посмотрим, среагирует ли на это КБУ-УС. Конечно, у них нет ЦМки. Но это не главная их боевая единица. Возможно, будут дефать. Но Рошан падает слишком быстро. Уже половины ХП у него нет. Шарт выпадет. Отдадут, скорее всего, Джаггеру, если у него своего нет. Посмотрим. Да, это второй Рошан для сквинсклад. Нет, это Шарт для инвокера. А Егис для Джаггернаута. И, скорее всего, сейчас пойдут по Миду. Хотя там Низ еще подпушили. Ой-ой-ой-ой. В этот момент там очень сильно пропушили Низ. Команда КБУ-УС. Тут у нас почти что врываются в Снэпфайр. Только застанет успели. Она успела на блинке отстрыгнуть. Пытается тролль быстренько убить зоопарк. И это получается. Придется бисмастеру искать новый. Хороший там сплэшик залетел по агру. Треть ХП снес. Да, плюс 250, кстати, тролль получается. За крипчика висмастера. Да. Более чем рад, мне кажется. Огры покупает гем. Хочет ломать весь вижен, который найдет. Да, и вот на Марсе планируется, кстати, линка. Да, да. Мне кажется, тролль будет рад, если будут на него бросать эту линку. Чтобы и не было... Рог без мастера. Да, рог без мастера. Ульта Джаггера. Да, да, да. Так, у нас тут Джаггер встречает. Начинает крутиться, бьет ЦМку. ЦМка это точно не переживет. Всосалась в нее еще пугна. ЦМка умирает. Остальным всем надо уйти под свои бараки. Да, тяжело здесь, конечно, ЦМке переживать. Такой демэдж. Да, очень тяжело вообще... Играть на ЦМке, мне кажется. Да, и на ЦМке тяжело сейчас играть. И в итоге занимают опять у нас скринсклад, вражеский лес. Скорее всего... Ну, а ванпост уже забрали. И, скорее всего, там будут находиться какое-то время. Тролль пытается где-то дофармить блинк. Башер у него уже есть. Молнии тоже загридил. Да, видишь, мне кажется, у тролля такой будет план. Врываться с блинка в какой-нибудь инвокера. И просто за ульту его убивать. Пытаться убить, да. Пытаться убить за ульту. Так, здесь у нас подкинули Джаггера. Быстро сносит Кунка весь зоопарк, всех хрипов. Но вышка упадет. Вышка на меду падает. Пойдут ли дальше, вопрос. Джаггер, возможно, уверен в себе. Он все же у нас под Блодластом, под Лакрити инвокера. Очень быстро бьет, очень больно. И переходит опять наверх. Хотят Баракис пушить. Ну, можно маленько подпушить, потому что еще Аегис имеется. Да, три минуты есть. У нас видят у нас Кунку. Джаггер раскрутился. Чтобы его не подловили. Сразу же отойдет, чтобы потом его на кресте Кунка не ловил. Потому что знаю, что тиммейты далековато. Возможно, если бы у US располагали информацию о том, что нету рядом тиммейтов, они бы пошли дальше за ним. У Джаггера появляется Башер. У Кунки появляется Сильвер Эйдж. Хочет у нас Кунка из Инвиза лупить. Больно и сильно. Да, ну вот. 73% у нас на сквинскуап. У нас подкидывают Сэмку. Возможно, сейчас Джаггер в нее ворвется. И это будет опять фрекил на Сэмке. Джаггер крутится. Очень быстро бежит Сэмка. Опять это не переживет. Опять в таверну. Опять отдыхаем. Да, слушай, бедная Сэмочка. Можно водички попить. Какой раз уже третий, по-моему, погибает. Да. Телезала когтей. Крутилку. Да, очень сильный шар на Джаггере, конечно. Крутится. Бежит. Быстро. А здесь у нас бисмастер со своим зоопарком на миду. Рассылает птичек по всем сторонам. У него тоже есть шар. Птички, если что, могут пикировать. Да, но видишь, он теперь-то боевой. Имеется БКБшечка, блинг. Да, да, да. И Титан Силлер падает, кстати, у нас Джаггеру. Будет ли он забирать его себе? Скорее всего, заберет. Здесь у нас пока что бисмастер один. В теории в него можно ворваться. Тиммейты далековато, но они уже перетягиваются. Хотя нет, они все на миду. Вот на смаках бегут. Сейчас будет драка. Роза у нас дается, не вижу в кого, в кунку. Кунку у нас пытается выферстафать. Нажимает БКБ. Там тролль разультился. Убьет Агра быстро. Тролль под БКБ тоже бьет. Джаггер разультился. По крипам прыгает. Очень плохая ульта от Джаггера. Ставится арена Марса. Пугна пытается спасти бисмастера. Бисмастер еще живет. Убивает у нас кристалку. Тролль бьет инвокера в БКБ, но он оглушен. Умирает у нас тролль. Байбек от Агра, байбек от Сэмки. Джаггер в итоге начинает бить Бараки потихоньку. Нет, Марс его пригвоздил. Стреляет по нему, но нету дамага. Если что, Пугна еще подхилит. У Джаггера половина ХП. Еще минута Егис будет действовать. Начинается пушить Бараки. Тролль мертв. Да, в итоге только за ульту тролль смог убить Агра этого бедного. Да. Сэмко опять умирает. Кунка пытается отдефать. Умирает у нас Пугна. Умирает у нас Бабка. Бьют у нас Пикачу. Пикачу уже с половиной ХП. И, скорее всего, тоже не переживет этот замес. Да, инвокер делает даблкилл. Превосходство. И, возможно, попахивает ГГшкой. Скорее всего, сейчас они просто пойдут в трон. Да, скорее всего, пушат Бараки. И идут в трон, да. Потому что... Так, у нас тут пригвоздили Бесмастера. И убивают Марса. Выбивают Гем. Теперь у Агра два Гема. Байбэк от Марса. Но тут уже пушат вам трон. Да, но видишь, сейчас, скорее всего, КБУ-ЮС. Обсуждают следующую игру. Кого либо стоит забанить. Да, думают, что делать дальше. Ну, здесь еще байбэк от Кунки. Возможно, хотят даже поиграть. Возможно, хотят сыграть на тайминге Джаггера. Но Джаггер прожимает крутилку и просто здесь трон упадет. Да. И это, получается, наша первая игра, где спушили именно трон. Где заканчивается не надписью ГГ, а... А именно троном. Ну, до последнего, видишь, КБУ-ЮС не писали ГГ. Возможно, хотели... Они знали, что у Джаггера скоро закончится Аегис. Я там видел где-то 30 секунд назад, что там минута осталась. Возможно, хотели его подловить вот на этих таймингах. И с Голым Троном поиграть еще? Комбатнуть как-то? Да, но слушай, скринскват отлично себя показал. Да, да, отлично играет в них. Посмотрим, какие выводы сделает КБУ-ЮС после этой карты. Скорее всего, возможно, Джаггера забанят. Возможно, Бесмастера. Возможно, Инвокера. Ну, возможно, надо поменять, как это, Баны. Да, стоит задуматься о Бане, мне кажется, Бесмастера, потому что появляется он довольно часто, довольно противный персонаж. Этот рор дается и на линии топориком и забрасывает. И по ощущениям ЦМК-пятерки не особо сейчас полезно. Да, ЦМК-пятерка себя полностью, мне кажется, не реализовала. 0-11 у нее счет. Да, только давала ману, а как ЦМК помогла команде КБУ-ЮС проиграть эту игру, расскажет наша студия аналитики. Ребята, вам слово. Ну что, ребятушки, дорогие вы наши, всех вас сердечно приветствуем. С вами, как и всегда, Сашка Про, Изи. Будем смотреть Доту. Сразу ставится у нас пауза. Слушай, ну, Саш, как оцениваешь вообще пик команды КБУ-ЮС? Отлично. Аскрин Склад еще лучше, еще лучше. Ну, оба пика интересные. Марси появляется опять, появляется у нас Алхимик. Появляется у нас Тираблэйд, то есть у нас таких два жадных кора впервые, кстати. Да, именно если обратить внимание, вот они оба хотят поформить какое-то время. Вис появляется в связке с Марсом, Люкан. Тут вообще нестандартный пикет для меня. Я уже привык к мета, там всяким хаосом, метовым. Метузам. Метузам, да. И с мастером. Да-да-да. Тут, конечно, есть те же Люканы, которых мы уже видели, Клокерки. Но все же, но все же в целом пики более-менее новые, скажем так. Да, и, кстати, у нас появляется Некрофос. Да, Зеленый Дед у нас появился. Или он был сегодня? Я не помню, чтобы он был. Если он был... Я сегодня бегал на Деде. По-моему, вот что-то мы сейчас с тобой обсуждали. По-моему, Некрофос у нас был. Да, и раз я о нем заговорил... Может быть. А кто знает? Я не знаю. Статисты? Статисты. Да. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что я на Деде сегодня развалил. Развалил. Да. Вот это, да. Тут я скажу так. Когда Алхимик и Дед в одном пике, главное договориться, кто купит Радик. Потому что бывают такие ситуации, когда два Радика, а это не стакается чуть-чуть. Ну так, механики, доты. Да, нечестно. Должно в два раза жестче. Да-да-да, должно в два раза жестче, конечно, гореть у противников. И... Ну, сейчас, как я обратил внимание, Алхимики больше через Battle Fury собираются. Потому что Battle Fury сейчас все собирают. Да, БФ-чик делают. Но тот Алхимик, которого мы видели один раз на турнире, он потом Радик собрал где-то второй-третьей шмоткой. Если я правильно помню. А Некра... На Некра ты не собираешь, Радик, обычно. Только я. Первый майдум. Без сапожка? Нет, сапожок. Я хочу быстро бегать и сжечь. Понял. Но на меня ориентироваться не стоит. Это, кстати, правда. Да, это правда. И снимается у нас пауза как раз-таки. Пауза наконец-то снялась. Посмотрим. КБУ сразу же прожимаются смоки. Скрин-сквад пока что не жмут. Возможно, прожмут чуть позже. Или вообще этого делать не будут. Также у нас произойдет встреча на рунах. Поставятся первые варды. Возможно, где-нибудь прольется первая кровь. Слушай, ну, скорее всего, сейчас КБУ захотят отжать как можно больше рун для Алхимика. Если он, конечно, качнет третий. Бывают Алхимики, которые качают тучку. Тот Алхимик качал тучку, кстати, на первом. И здесь уже Висп в волка затизерился. Да, ну, кстати, вот у нас опять Люкан появился. Такой вот... Неожиданный. Неожиданно? Да, я просто Марса видел, думал. Уже как бы понятно, кто на тройке будет бегать. Да. А в итоге это Марс Мид. Да, и вот у нас еще, кстати, Марс. И посмотрим, кстати, как она постоит линию с Некрофосом. Да, потому что мы ее пока что только с визажом видели. Да, с визажом его часто видели. Да, работает они отлично. Да, да, да. В первом же... Это, пики забанили его. В первой стадии. А Некр это не тот, кто призывает птичек, и от которых можно прыгать. Придется только через его сгорбленную спину прыгать. Здесь у нас встречают волков чуть-чуть. Возможно, фарма для алхимика сейчас бы досталась. Да, но видишь, Некрофос, кстати, здесь очень хорошо заходит, потому что если Марс подцепить Тираблейда... Да, коса хорошая будет. Коса, да, макдэмеджа дохватает у команды Кабуиус. До свапа. Ну, хотя бы две руны заберут. Это уже неплохо. Ой, ну здесь, кстати, можно было и за эту повоевать. Сейчас мы узнаем, получил ли за это алхимик больше золота, потому что пока непонятно, что он качнул. Расходятся по линиям. И в теории... Алхимика... А, у алхимика вообще ничего еще не прокачано. Так что эти руны были не так важны. Он, скорее всего, ориентировался на линию. И даже, кстати, обратите внимание, без танка. Хочет себе быстро соло ринг принести. Танка, если что, бабка запулит. А здесь у нас будет линия Люкан Висп. Это линия, которую будет тяжело убить. Но та, которая не особо будет мешать алхимику. В моем видении. Да, потому что Снэпфайр всегда вот так вот Висп по этому будет гонять. У него не так уж и много дэмэджа с руки, не так много брони. Поэтому алхимик себя будет здесь чувствовать более чем отлично. Если получится, еще и волков подфармливать. По прокачке тучки. Да, но, кстати, вот видишь, Марс Медовый у нас. Да, да, кстати, Марса Медового не было еще. Да, не видели, не видели. Посмотрим, как он себя реализует. Да, в этой мете интересно будет на это посмотреть. Это будут ранние блинки, ранние БКБшки. Да, потому что Снэпфайр у нас появлялся в Меду. Да. Сейчас появился у нас вот Марсик. Но теперь такая ситуация возникает, что у нас Макс будет ставить арену. В нее будет... Ой, у нас Фёстблат проливает Реалм. Отличная реализация Колбы на второй. Скорее всего, не ожидали такого. Обычно привыкли, что монетку качают. А здесь у нас очень сильно пробили Тераблэйда и Скрина. Оба уже раздамаженные. И... Пока что только Тераблэйд может первым откидываться. И получается так, что... КБУ пока начинает чуть-чуть бодрее на первых моментах. Да, видишь, неприятно. Тераблэйду совсем стоят против этого магдэмэджа. Привык он на харде видеть физуху. Физуху, да-да-да-да-да. Так, перекидывают у нас Марси. Начинают настреливать у нас Клокер батареечками. И опять раздамажили, раздамажили. Но никого не убили. И пока мета у Тераблэйда нет, он будет страдать, конечно. Тратит у нас Клинфласку на себя. Дает там гусин ту уголечку на Тераблэйде. Слушай, мне кажется, наверное, нужно сюда все-таки было поставить под Тераблэйда. Чтобы хилил? Да, чтобы хотя бы как-то хилил. Ну... Ну а Волк бы, ну окей, потерпел бы, но зато у вас, мне кажется, Кор был бы более-менее чем... Ты имеешь в виду, Триплу надо было ставить наверх? Мне кажется, нужно было свапнуть. А, Клокер на низу бы стоял. Клокер бы пошел на низ, а Вис как раз-таки на Сапика пересел бы. Ну, сомнительная линия, получается, Волк-Клокер, возможно. Ну, а здесь, получается, сомнительная линия Тераблэйда и Клокер. Да, перекривиду Тераблэйда, очень сильно пробивают, мало хп остается, настреливают. Клокер их обоих запирает в когах. И в итоге бьют по скрину. Скрин тоже теряет много хп. Регена уже почти не осталось, последняя танга юзает. И следующее такое нападение, и уже не будет хила у команды Скринскват на этой линии. И опять впрыгивает, хочет через себя перекидывать, перекидывает и добивает, наконец-то, Некр у нас Тераблэйда. Этого стоило ожидать. Очень сильная Марси, может так. Может и без визажа справиться, как мы видим. Да, дэмэджа более чем-то подходит. Да, ставится у нас пауза, хедреска у нас уже у Виспа есть, кстати. Что, ой, у нас Пикачу ливает, скорее всего, какие-то лаги-баги, поломки доты. Ну да, как обычно. Как мы привыкли. У нас уже сценарий такой уже выстраивается. Сначала у нас на Смоках борьба на рунах, потом у нас кто-то ливает, потому что, ну, вылетает. Да. Да. И сейчас, скорее всего... А, уже вернулся. Ну, видишь, да, недолгая пауза, отлично. И посмотрим. Слушай, ну, Алхимика пока что все более чем отлично. 15 крипов имеет, Тераблэйд 6 крипов, еще и смерть. Да. Тяжеловато ему сейчас. Ну, в какой-то момент у Алхимика будет хватать дэмэджа, чтобы уже волков убивать у Люкана. Так что ему станет еще тяжелее их контролить. Вот так, вон, я вижу на половине хп. Здесь уже Висп отводит. Крипов должны это увидеть. Алхимика у нас пробивает, 300 хп остается. Если что, есть фласка, бабка прыгает, откидывается добровиком. В итоге Алхимик выходит сразу же, тратит на себя фласку. Еще танго дает бабку. Курьер погибает, Алхимик, она успела донести ему... Расходники. Да. И, по-моему, не только. Солдринг, по-моему, еще ему. Да, по-моему, Солдринг. Опять у нас перекидывает Тераблэйд, достанет еще Клокер. Тераблэйд прожимает мету, но не умереть бы ему под этой метой. Некор убьет первый ли? Да, первым умирает у нас Тераблэйд, потом у нас убирает Некор. Но Тераблэйд вернется без меты на линию. Это очень плохо для него. Посмотри, как поймал у нас Хэппидюрара, этого Виспа. Да, убивают у нас Виспа. Также на нижней линии Алхимик начинает пробивать потихонечку Люкана. Убивает как раз-таки уже собак его. И в итоге Алхимик только рад. Только рад, дополнительная голда. Да, Алхимик рад, а вот как раз Тераблэйд. Да, Тераблэйд, он еще и форму потратил. Да, без формы. Вот форма, это тут главная ошибка. Лучше бы он без нее умер, вернулся бы и продолжил бы. Ну видишь, практически убили Некорфоса. Ну убили. Да, надеялся, что хватит дэмэджа, но да. Маленько не повезло. Но проблема в том, что даже если бы там Некорфос умер первым, то его бы добило Марси. Это все равно не стоило того, я считаю. А здесь у нас пока что ровное противостояние. По пятому левелу обоих мидеров. И крипов примерно ровно, чуть-чуть меньше у Марса. Пикачук чувствует себя комфортнее. У него уже есть, кстати, в бутылочке руна водички. Кстати, забавная механика, что есть руны, которые пополняют два батла. Здесь на Капидураро нападение идет? Да, он тут убил волка. Заходит уже по тару. Алхимик, когда не спешит помогать. Ну вот, уже набалтывает. И в итоге, скорее всего, сам взорвется. Да, но это не сильно ему. Он успевает. Крипочка забрать, отлично. Еще дальника сейчас заберет. Да, 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 да. Ну и скоро, когда алхимика появится шестой, скорее всего, пойдет какая-то... Либо фарм леса, либо ранее агрессия. Потому что он тут даже может огрызаться. Да, мне кажется, он на линии может спокойно пока что стоять. И с шестым уровнем он может спокойно фармить лес. Потому что и висп, люкан ему... Ну, люкан может только под шестым уровнем под виспом что-то сделает. Но так спокойно может стоять. Люкан под шестым может догнать. Да. И покусать маленько. Покусать, да. Собака-барабака такая. Да, ну вот мы видим этого Терраблейда. 12 крипчиков имеет. 12 всего лишь. Тяжело ему, очень тяжело дается эта игра. Под вышкой стоит, ждет помощи. Почему нету помощи, кричит. Тут его Некрефас закидывает с полами. Клокер контролит руну на верхнюю стандартную руну. Забирает хосту. Также у нас тут был Мерлин. Хотел забрать. Боевчик у нас планирует паковать себе Алхимик. Да, это возможно будет быстро достаточно. Боевчик, учитывая, что линия у него довольно-таки комфортная. Хотя вот сейчас его пробивают сильно, достаточно. Марс еще сюда переходит. Возможно, будет килл на Алхимике. Раскидал яд. Эмбер летит. Прыжок от Алхимика. Прыжок не самый лучший. Возможно, погибнет. Да, погибает у нас Алхимик, но вразмен на Марс. В итоге неплохая перетяжка от Пикачу. Но, по-моему, печенька была плохая. Он его закинул буквально в арену. Но также у нас здесь погибнет Вис. Сейчас Пикачу сделает два даблкил. Да, хорошая перетяжка от Пикачу. Да, в итоге он получил достаточно много. Да, Скенсфад убили, конечно, Алхимика, но потеряли из-за своего мидера. Да. Свою четверку. Да. И вот он уже Тераблэйт четвертый уровень имеет. И уже лес бьет. Да, и уже лес, да, решил пойти. Ну, потому что на линии ему делать нечего. Некрфос уже, скорее всего, получил свой шестой уровень. Да, здесь у нас атака на Люкана. Стана Эмбер не стал уходить отсюда. Скорее всего, еще Люкан здесь погибнет. Хорошая печенька, бабки бы не умереть самой там. Надо добить Люкана. Бабка прожала смоки, но все равно умерла. Здесь погибнет у нас Люкан и добьют его зоопарк. Надо бы отдать его всю Алхимику. Нет, отдают Пикачу. Пикачу их выжигает щитком своим. А здесь уже почти падает башня. Под Катапу на пятой. Катапа все еще жива. Я бы на месте Некрасс затанчил, чтобы Катапа выжила. Ну, хотя бы знает. Сейчас надо дать первый и сушить тавер. Слушай, а скрин имеет шестой уровень? Он как напасть на Марсе, что ли, хочет? Да, но тут и у Некра есть ульта. Так что, как только половину ХП он потеряет, там полетит коса. А он отдыхать долго не хочет в таверне. Так, надо добить. Добьет, скорее всего. Здесь скрин пытается получить как можно больше. Не получается у Некра добить вышечку. Очень обидно. Скрин в него врывается, но это дать кнопки. Хотя Некра очень больно пробивает. Батареечки бьют. В итоге Некр даже тычку не смог ему дать. И это соло-кил для скрина. Да, соло-кил для скрина. Отлично он. Нашел момент, напал на Некра фасада. Дед убил деда. Слушай, ну... Получается так. Получается так, да? А здесь алхимик неплохо себя чувствует. Ушел уже в лес. Баталфьюри потихоньку фармится. Восьмая минута. У него там уже неплохо золото. Ну, это алхимик. Второй по... К фарму. Первый дед из его команды. На один клипчик, да? Да. Остается. А уже обогнал. Кстати, он нажимает на смоки Марс и Висп. Хотят кого-то найти. Да, скорее всего, хотят реализовать арену. Возможно, на алхимика. Да, алхимика и ищут. Там хороший скан от Райдент. И в итоге алхимик увидел и сбежал. Смоки потрачены были в никуда. Да, да, да. Ищут, ищут. Но не могут найти. Алхимик спокойно там отошел. В итоге очень много времени теряет здесь минер команды из Кринскуад. Еще и Висп. В этот момент возвращается... А, у нас Эмбер перетягивается на низ. Будет фармить нижнюю линию. А пока алхимик будет фармить леса. А Мерлин будут тут искать... Я смотрю, тут вместе с Некром киллы наверху. ТБ пытается вернуться, но... Это те самые керри, о которых мы говорили, которых мы видели, которые по Т2. Слушай, а скрин запирает двоих здесь? Ой, скрин запирает двоих. Здесь может прийти ТБ под мету, кидает первый, прыгает у нас в марсе, прожимает все кнопки. И в этот момент Покачи убивает у нас Люкана на низу. Люкан даже не успел прожать ультимативную способность. Да, и вот, кстати, у Snapfire появляется шестой уровень, наконец. Да, будет набалтывать лаву. А здесь у нас... Да, ну, начинается у нас стандартное стояние в лесах. Марс хочет Блинк. Алхимик хочет Баттлфьюри. Тираблэйд хочет выжить. Да, ну видишь, Тираблэйд начал по крипам маленько камбэкать за счет своих иллюзий. Да, потихоньку, да. Здесь у нас кладется Алхимиком яд. Хосту подбирает Марс. И сейчас, скорее всего, на хосте побежит за Мерлином. Нет, Мерлин на ХГшку забивает. Да-да-да-да-да, бежит. Ставится арена, копье, минус Мерлин. Отличная реализация арены. До Блинка маленькая еще остается после этого кила. Да, и Блинк все ближе и ближе. Так сказать, в следующей арене уже будет Блинк. Откидывается копьем просто. И сейчас уйдет на тройку свою. А Эмбер у нас пытается зафармить молнии. И, в принципе, неплохо продвигается в этом. Да, Эмбер, кстати, у нас топ-2 Нетфорса, Алхимик. Ну, Алхимик, ожидаемо топ-1. Ну, в целом, как бы, ЮС себя комфортно ощущают. Здесь у нас скрин и Висп сейчас найдут Некра. Некру бы как-то отсюда свалить. У него, конечно, есть травела. Бегает он быстро. Он на разворочи начинает бить скрина. Также Виспа, Висп и скрин разделились. Опять соединились. И Некр уже сам их гонит. В итоге недооценили этого зеленого деда. Ставит косу. Почти убивает Виспа. Обидно. Убивает Виспа, но не получил стаг Некр на свою косу. Да, но теперь скринсквад еще знает, что нет косы. 100 секунд. Довольно долгий кулдаун. Поэтому тот же Тираблейд может спокойно себя ощущать. Если на него Некр нападет, будет знать, что с косы, дружище, ты не отлетишь. Да. Тогда, возможно, уже, если качнет ульту, успеет свапнуться. В итоге у нас Эмбер опять на низу стоит. Не хочет отдавать Пикачу у нас Люкану Тавар. А тут скрин уже дефает Т2, который бьет чуть-чуть Катапа. Да. Сейчас вообще на 10-й под Катапу можно было бы что-нибудь сделать. Захватили вражеский лес КБУ-ЮС. Выгоняют Тираблейда. Тираблейд только со второй метой. И довольно-таки тяжело. Ему Яшу только нафармливает потихоньку. Ему 600 голды еще до нее. Очень сильно отстал. Только 4000 нетворс. Алхимик перегоняет уже на 3000. Но это Алхимик. Это мы знаем. Это работает. Это используется. И дальше продолжают бегать по лесу. Да, но пока что просто оба коры фармят. Да. В принципе, драться. Пока что они еще не готовы. Нужно хоть какие-то артефакты заиметь. А тут уже у Пикачу появляется Мейлшторм. Потихонечку. Да, сейчас буквально вот этот спот забирает. И покупает себе. А там прожимаются смоки. Тираблейд, Клокер и Висп. Возможно, хотят какой-то килл. Ой. А, Марс в Инвизи от руны, я так понимаю. Да. И сейчас, возможно, будет реализована арена в Пикачу. Успеет ли Пикачу идти? Клокер в него прыгивает. Арена, конечно, зря тогда ставится. Раз так получается. Но убивают Эмбера. Это главное. Еще и Снэкфайр сюда пришла. А пришла она сюда, чтобы тоже погибнуть. И сразу же пушат Т1 на низу. И башня это тоже не переживет. Да, но видишь, успел закупить Молнии и Пикачу, поэтому... Да. Поэтому не так много потерял. Здесь у нас атакуют Деда сверху. Также у нас релокейт от Виспа с Марсом. И здесь тоже минус 2 будет. И Скринскват убивает 4-х героев на карте в разных местах. Да, вот у нас есть сила Виспа. Да. С чистым уровнем. Подзабыли о нем. Забыли, что у этого парня есть такая кнопка. Загуляли у нас Некрефос и Мэрилин наверху. Да, но Тераблейд сейчас может маленькую линию пофармить, пока двое героев пока был ЮС смертвы. Да. Так он уже и манту нафармит в скором времени. Алхимик, конечно же, все еще ощущает себя комфортно. Да, 8700 имеет. Блин, появляется у Алхимика. Здесь Висп у нас стоит. Его сейчас найдет Эммер, свяжет. Да, связывает Виспа. Висп это уже не переживет. Рядом никого нет, кому можно затерезироваться. Юкан уходит. Но зоопарк его здесь. Зоопарк погибает. Приятная голда для Мэрилина. Да, плюс 100 получил. И Смок прожрался на варде, если я не ошибаюсь. Этот вар должен был запалить этот Смок. Так что ребята разойдутся из команды Тим. Скрин-скват. Да, ну видишь, они нажали Смок. Надеются наконец реализовать косу в кора. Да, да, да. Начинает у нас бабка набалтывать. Сразу же хорошее копье Вембера. Скрин продолжает его бить батареечками. Но в итоге что-то Скрин, ну как раз таки больно. Пытается уйти на фукшоте. Тут у нас прыгивает Алхимик. Не угадывает с Тераблейдом. Хорошая коса в склина. Нет, не хорошая, его выхиливает Висп. В итоге у нас пытаются убить Некра. Некра спасает бабка. И здесь Мерлин бежит за Тераблейдом. Но откидывает его копьем Марса. И в итоге Марс жертвует собой, чтобы спасти своего кора. Отличная драка для КБУ-ЮС. Казалось бы, там кнопки дались не очень хорошо. Алхимик не угадал, кинул в иллюзию колбочку. Бабка наболтала плохо. Коса в никуда. Ну хотя бы так, хотя бы убили Мидера. А здесь у нас кидается колба в Люкана. Но он уже превратился в собаку-барабаку. Баря убегает. Да, не успевает связать. Да, и в итоге у нас сейчас почти убивают Мерлина зоопарком. Но зоопарк умирает. Люкан сейчас пока в ультимативной находится. Ну продолжает фармить дальше лес вражеский. Понимает, что не может он в свой идти лес. Там его Тераблейд фармит. Должен искать фарм. Да, форста, кстати, появляется еще у нас у Некрофоса. Наконец будет из этих кофт входить. Да, хотя бы так. И что интересно дальше будет? ТПшка в мидер, скорее всего, смоки какие-нибудь нажмутся. Да. Прожимаются смоки командой Screen Squad. Клокер, Марс и Висп хотят куда-то выйти. Да, зайдут в вражеский лес. Но там никого нет, потому что КБУ-юэс хотят Рошана. Делают скан. Нет, не хотят. Они проверяли, проверяли. Да, алхимика хотят найти в лесу. Да. Ставятся варды. Сразу же прокликивается. Второй вард. Здесь пушится вышечка. Все пятеро героев команды КБУ здесь. Хочет очень прыгнуть в Марс, но понимает, что ни дамага в арену не будет. И сам погибнет, скорее всего. Хочется БКБшку все-таки купить и уже тогда врываться. Да. Вот после БКБшки можно уже задумываться о таких инициациях. А здесь у нас Пикачу бегает в инвизе. Возможно, хочет кого-то поймать. Здесь Клокер бегает. Ну, неплохой такой бы килл был. Какие-то добрый пачан так видят у нас Виспас. Связали он не на горочке. Хороший ультимейт от Клокерка. Запирает у нас Алхимика. Арена ставится. Марс умирает в арене. Но бьют у нас Марса. Связала Марса Пикачу. Марс это не переживает. Висп не успевает его затизерить. Там летит Косак Клокерка. Клокерк умирает у нас на 35 секунд. Дальше бежит Некр. Бьет у нас под метаморфозой Тираблейда. Тираблейду достаточно неприятно. Алхимик там набалтывал. Станется Алхимик. Не успевает скинуть колбу. Здесь у нас Волк и Шарик летают. В итоге Виспа выживает. В итоге Люкан у нас прожимает ультимативную. Идут дальше. Бабка очень быстро умирает. Под зоопарком. Пикачу бы отсюда уйти. Пикачу сильно пробивают. Остается мало ХП. Форстафа и до того Некр. Сюда приходит уже Марси. Много дамагов летает Виспа. Марси разультилась. Тираблейд не успевает свапнуться. Умирает Тираблейд. Умирает Висп. Умирает у нас Эмбер. Остается только один Люкан. Убегает отсюда со своим зоопарком. И в итоге отличная драка от КБУ-ЮС. Там Марси пришла, разультилась, побила неплохо. И остальные ребята тоже много дамага внесли. И как мне кажется, здесь все же драка за КБУ. В целом, видишь, скринсклад переагрессировал то, что пошел дальше. Да, поверили, поверили, что могут драться. Да, нужно было сразу отходить, когда Эмбер форстафнули. Да, можно было развернуться. Тогда бы без проблем, ребята, вы бы ничего не потеряли. А так, маленько загуляли. Да. Еще и Алхимик практически появляется. БКБ, да, скоро будет. Пару стаков зафармить и БКБ в кармане. И в итоге у нас сейчас там встреча на Миду. Я вижу зоопарк там. Пытаются сломать Люкану. Люкана самого связывают. Ультимативной у него нет. Уже пробивают. Половины КП нет. Марси его на Кульбит бросает. Но Марси в итоге умирает от Клокерка и зоопарка Люкана. Но Люкана застреливает бабка с ДРБУ-Кас. Самого скрина почти убили. Откидывают у нас Эмбер. Эмбер только рад этому. Это его спасает. Убивает у нас скрина. Врывается Алхимик на двоих. Станет Виспа. Надо сначала Виспа убить. А потом уже Марса. Но в итоге Марса как раз таки у нас пробивают. Марс у нас умирает. Висп пытается уйти на зоопарке Люкана. Но идут за ним. Уже закидывается в него урна. В этот момент появляется у Терроблейда Манта. Она стреливает бабкой. Лавой. Алхимик уже тут набалтывал. Но Висп умер раньше, чем он успел сбросить колбу, взорвется. В итоге еще одна хорошая драка от КБУ-ЮС. Отличная драка. Терроблейд, конечно, все это время фармил. Но когда у тебя убивают четверых, ты вряд ли реализуешь это время настолько хорошо, чтобы нафармить больше, чем получили противники за убийство твоей команды. Да, видишь, маленько не хватило Марсу. Чуть побыстрее бы он пришел. Эти коги бы не кончились. Возможно, прибил бы Эмбера и даже убил его. В итоге даже арену не поставил. Да, арену не поставил. Помер. Да, у БКП появилась. Срочно на Марсе покупать, чтобы вот так вот не отлетать. Да, и успевать его нажать, если что еще. Здесь у нас Марси бегает. Ее Клокер, возможно... Нет, не видели, не видели. Возможно, он бы уже прожал хрупшот. Здесь у нас с Марсом еще было... Пересеклись. Да, но 80 голды вот Марсу на БКБ. И тогда можно спокойно нажимать smoke, но без тераблейда. Тераблейд, он должен с Каде свое сделать. И тогда уже может выходить... Подумать, да. Тогда можно подумать, выходить с парнями в драку. Да, и пока у нас приостанавливается игра сный файр, левает она. Так сказать, возможно, тактическая пауза обсудить. В этот момент у нас Sky Asange появился у Эмбера. Теперь этот Эмбер чуть плотнее становится и чуть-чуть более колдос... Да? Да? Не получилось. Не получилось. Можно сказать это слово, попробуем в следующий раз. Слушай, ну 69% вероятность победы у нас на КБУ-юэс и 31% на скринскват. Да. Пока что КБУ-юэс ощущают себя гораздо увереннее. Алхимик 14 тысяч нетворса. Это мощно. Да, вот Snapfire уже перезаходит. И БКБ имеется у нас у Алхимика уже минут пять. Драться он уже готов, как он показывает. Последние две драки он уже был. Вместе с полной командой КБУ-юэс. И довольно-таки сильные драки выходят. Даже бывает косу не приходится тратить, все умирают. Да, но видишь, еще отличный стан от Алхимика залетает по двоим. В последней драке залетел. Да, да, да. Отличная там была драка. И Виспай, и Марса убили. Возвращаемся к игре. Перезошла Snapfire. Будем надеяться, что все будет работать корректно. Очень зоопарк Люкана раздражает, конечно. Да, сульты дэмэджа колоссальное количество. Да, там сапики разлетаются очень быстро. У Марса наконец-то появляется БКБшка. Видит Рошана. Это Клокер у нас его прочекал. Но на него пока и не планируется заходить. Хотя держится рядом обе команды. Смоки прожимают скринскват. Все кроме Тираблейда. Хотят подраться под БКБшку Марса. Это было бы неплохо. Потому что не знают пока что его БКБ. Да, главное прибить какого-нибудь Эмбера или Некра. Возможно Алхимика до ульты. Если получится, но это маловероятно. Это маловероятно, потому что Алхимика... Так, палится у нас Марс. Сразу же ставится ареном. Спасает Марси из арены. Прожимается у нас БКБ на Марсе. Он бежит дальше. Но в итоге никого не убивает. Пикачи бегает, жгет. Тут собака-барабака бегает. У нас влетает стан в нее. И коса в Барю. Барю убивают. И у нас также умирает Висп. Влетает скрин. Но тоже чтобы умереть. В итоге у нас Дед делает трипл килл. Остается только Тираблейд и Марс. Тираблейда здесь вообще не было. А Марс успел убежать. И в итоге инициация от скрин-скват оборачивается во фри Рошан для КБУ-ЮС. Да, еще и Рошанчик, да, как ты сказал. Слушай, ну это, по-моему, Шард? А нет, это... Нет-нет-нет, это первый Рошан. Она так может просто, да, выкидывать. А, ну конечно она может так выкидывать. Она первый как и в своих, так и в чужих может спокойно юзать. Это механика, которую обузят ребятки. Да, ну хорошо, здесь Мэрилин исполнит. Сразу вытащил своего некров из этой арены. Арена была хорошая, конечно, но... Но Марси сыграла, да. Марси сыграла здесь просто отлично. Да, возможно он даже не знал об этом или не ожидал, что можно выкидывать из арены так героев. В итоге получается Марси полная контра Марса. Да, еще видишь скрин под конец файта, только пришел с ультимейтом своим. Хотя мне кажется Коги там... Ну если бы хорошие были, можно было бы отзонить вражеских героев. Да, и спасти свою команду. И Тираблейд вообще не участвовал в этой драке, это тоже стоит учитывать. И в итоге этот некр чувствует себя очень комфортно. У него уже шард, есть весел с большим количеством зарядов. Если что, кинет там на Тираблейда, на Марса, на Люкана. На Виспа того же? Да, на Виспа того же, который не сможет выхиливать, да, это точно. И в итоге у нас рывается как раз таки в этого некра. Коги ставятся от скрина, но он выходит из них с помощью форстафа. Сразу же сюда приходят Марси и захотят сейчас этих двух саппортов убить. И также сюда Эмбер перетягивается, гонят их. Возможно, стоит дать даже косу, чтобы застать... А нету косы, прошу прощения. И в итоге Висп спасает, но Висп сюда вернется один. И этого Виспа, скорее всего, убьют. В этот момент у нас пушится вверх. У нас здесь Марс. С Клоквиком хотят поймать Реалму. У Реалма еще есть БКБ, но половина ХП потеряна. И, скорее всего, ждут там... Да, ждут на низу Виспа. Висп возвращается и быстренько его оформляют в таверну. Да, 11 тысяч у нас пока что идет команда КБУ-ЮС. И... И не останавливается? Да, и не останавливается. И тут у нас собаку-барабаку застанило Алхимик. Прожимает Люкан ультимативную. И тут уже Некор ставится коса в скрина. Скрин это не переживет. У нас также Тераблейда пробивает половину ХП. Алхимик гонится за ним дальше. Тут у нас за Паке. По Марсу настреливает Бабка. И Алхимик его бьет. Прожимает БКБ Марс, но это ему ничем не поможет. И даблкил от Некра. Да, опять безответное убийство у нас делает команда КБУ-ЮС. Да, даже... Скрип-Сквад просто вынужден убегать. Потому что КБУ прям давит, 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 давит. И продолжит давить. Пока есть Аегис. Пока есть этот очень богатый Алхимик. Этот очень сильный дед. Все герои команды КБУ очень полезны. И очень хорошие кнопки имеют. Здесь Алхимик попытался атаковать Люкана. Но он за деревьями спрятался. В итоге даже колбу не откинул. Да, еще успел Крипчиком топнуть, чтобы замедлить этого Алхимика. А тут Тераблейд пытается найти фарм. С Кайди скоро будет. Потом будет БКБ. И только уже с БКБ он будет себя более-менее комфортно ощущать в файте. Даже до БКБ он будет все время находиться в опасности. Как минимум. А уже Кираса появляется Алхимика. Этот Алхимик, конечно, как и любой другой Алхимик, богатый. Захватывает у нас уже Аванпост. Пушили Т2 наверху. Теперь еще лучше позицию имеют у нас команда КБУС. Сейчас бежит Алхимик на хосте в свой же лес. Знает, что там... Ну нет, скорее всего не знает. Но там есть герои противника. В итоге Тераблейд утопешивается отсюда. Все еще здесь находится Висп. Да, но видишь, КБУ они прям готовы с этим Алхимиком играть. Они его уже показывают второй раз. Да. И опять игра идет в их пользу. Ну правда, та игра шла 60 с лишним минут. Но все же в пользу. Да, но все же в пользу КБУС. Да. Посмотрим, как закончится это. Потому что уже 24-ая минута. Там Алхимик фармит. Но и у скрина Тераблейд и в заготовке еще. Но Тераблейд уже в два раза беднее Алхимика. Хотя, ну, понятно, делает Алхимик. Но тяжело очень Тераблейду находить фарм. Здесь Висп. Как-то дефать пытается. Но пушат уже Т2 на низу. Т1 уже спушили. Да, вот до Скадия совсем маленько остается. Но до БКБ... Очень долго. Очень долго, да. Ему нужно фармить, фармить еще минут 10, скорее всего. Да. Но хватит ли этого времени для скринсквада? Дадут ли они Тераблейду? Да, потому что могут спушить бараки уже к этому моменту. Я думаю, они хотят. Они уже заходят, ломают одну из последних вышек. Так, у Марса появляется еще блинг. Еще лучше будет им держать позицию она. Ломают башни. Башни пушатся очень быстро. И... Падает. Падает, падает вышечка на миду. Возможно, перейдут сейчас на вышечку на низу. Да, так и делают. Возможно, конечно, в какой-то момент передумают. Но пока что идут в ту сторону. Да, вот он в заветной Скадии. Сразу моментально у нас от КБУ нажимается смуг. Да. Хотят, возможно, найти на своей тройке кого-то. Там только был скрин. Скрин ушел. Пикачу здесь видит зоопарк. Зоопарк убегает. Он даже за ним не гонится. Потому что нет смысла. Да, видишь, Эмбера скоро будет Аганим. Да. Чтобы этого Виспа еще быстрее ловить где-нибудь. Может даже Тираблейда связать. Да. Здесь у нас врываются... Вот Тираблейда видят. Да, видят Тираблейда. Блинкуется Марси. Кидает иллюзию. Станет этим скрина. Начинает бабка набалтывать. Скрин умирает. Марси пока что еще жива. Очень много выхиливается некер. Ставит косу в Тираблейда. Умирает у нас Тираблейд от косы. Также Виспа тут перекидывает через себя Марси. И Виспа умирает. Минус три. Минус три от КБУ ЕС. Отличная реализация кнопок. Вырывается Мерлин со своего блинка. Реализует его. Кидает через себя иллюзию. Станет тем самым скрина. Да, ну вроде как вот Тираблейд купил себе... В Скаде. В Скаде, да. Но до БКБшки, до БКБшки еще. Да, без БКБшки пока что еще тяжело. Непонятно зачем он там стоял. Мне кажется можно было так же вот лесок фармить. Как он сейчас занимается Люкан. Эмбер покупает себе Аганим. И с этим Аганимом он будет очень быстрым. В плане передвижения по карте. Да, еще больше макдэмэджа с ульты. Для Тираблейда это конечно будет фатально. Утен Марс нам показывает его. Но у Марса ничего нового не появилось кроме этой БКБшки. 5 смертей имеет. И он принимает решение рефреша. Да. Там ТПшка у нас от Марси. Марси врывается у нас. А здесь у нас Пикачу начинает бить Люкана. Люкан связан пока что. Прожимает все кнопки какие у него есть. Но нет у него ульты. И Люкан отправляется в тверд. Врывается скрин. Хочет быстренько убить БАВку. Пикачу должен его подсерить. Потому что это всего лишь 2 саппорта. Да, связывает обоих. Нет, одного только. Продолжает бить. Клокер здесь Когами. Чуть-чуть отгородил его. И у ТПшился с Фиспом. Да, я слышал. Там Арена ставилась. Да, Арена потратилась Марсом. И убили у нас Марси здесь. Да, когда на самом Марсе ставится Арена. Она уже никого выкинуть из нее не может. А здесь Некр бежит за Марсом. Марс скорее всего сейчас у ТПшится. Да, делает ТП аут. Некр даже не пытается его найти. Покупают у нас гем Марси, чтобы сломать весь Вижен. Потому что понимают, что скорее всего ее просто нашли на Вижене. А наконец-то отхватывается вон пост обратно командой Скринскват. Да, ну вот она заветная БКБшка. До нее еще как до Луны. Да. Пешком, кстати. А здесь Алхимик. Он себя чувствует очень-очень хорошо. Слушай, боевой такой Алхимик Криты и в планах Сатаник еще собрать. Да, этот Алхимик будет бить рукой. И будет бить больно. Да, эти иллюзии СБФчика будут сразу отлетать моментально из-за Критов. Да, из-за Эмбера тоже. Из-за Некрофоса. Да, и тут ему очень радостно от того, что у него очень много станов в команде. Там и Бабка может печеньку кинуть из-за БК выстрелить. И Марсе там пораскидывать станов. Эмбер связать кого-то и Некр дать косу. Пока все будут в станах этих, он будет бить. Да, будет бить. Некрофос у нас идет, кстати, 12 на 3. Да. Замечательный счет. Полностью себя реализовал в этой игре данный персонаж. Как я в папчиках. Да, как ты в папчиках, Саша. И в итоге у нас выходит на мид команда КБУ. Хотят на Т3. Да, хотят. А почему нет? Да, они чувствуют свою силу. БКБшки у всех есть. Ультимативные у всех есть. У противника все то же самое. Но они все же сильнее. 18 тысяч перефарма. Вырувается сразу же Виспа. Отличный килл. Виспа здесь не будет. Начинает ломать Т3. Отличный минус. Висп чуть-чуть загулял. Подумал, что стоял достаточно далеко. Но оказалось недостаточно. Пикачу сразу же ТП становится наверх. Хочет поймать Тираблейда. Не связывает. Тираблейд пытается убежать. Пикачу его видит по вижену. И идет дальше за ним. Здесь уже Марси. И Тираблейд это не переживет, скорее всего. Марси проживает самую ультимативную. Тираблейд вапается с Марси. Он сразу же ее подстанивает. Мерлин. И у нас Тираблейд погибает. Марси выживает. Отлично. Перетяжечка. Да, просто вдвоем этого Тираблейда заковыряли. Ничего не смог сделать. Да, алхимик в этот момент пытался через бэкдор пробиться. Но в итоге только бараки на миду спушили. Что в принципе немало. Но, кстати, много крипов у нас на низу. Я бы прямо сейчас пришелся туда на алхимике. Здесь Люкан и Марс во вражеском лесу пытаются получить свои шмотки. В этот момент он некор там докупил блинг, если я не правильно его заметил. Да, 20 тысяч у нас за КВУ-С. И тяжело, тяжело этому... Ой, алхимику хотел сказать. Алхимику как раз таки легко. Да, алхимик прям лейду очень сложно. БКБ он так и не купил, еще и умер. Да, да. И прямо сейчас он далеко не фармит. Здесь алхимик уже хочет выходить на пачку. Сейчас протолкнут низ. Сломают последний внешний тавер. Пикачу есть ген и шива. Надо юзать, я так понимаю, ботал и перекладывать шиву. Или... Да пусть в рюкзачке полежит. Правильно. Здесь очень много вардов, кстати, у команды сквозь. Если Пикачу их прочекает, будет здорово. Все переломается своим емом. Да, делает ТП на мид. Это будет видно на варде. И идут опять по миду. Да, БКБ планирует у нас покупать, кстати, люкан. Но до БКБшки у него, ему тоже очень далеко. И вопрос, что он сможет сделать в этой БКБшке. У алхимика появляется у нас блинг, блинг, блинг. Блинг на ловкость. Здесь алхимик уже набалтывает, видят героев противника, блинкуются, никого не видят. Нет, скидывает хотя бы в иллюзию. Здесь уже Тираблейда ловят. У него все еще нет БКБшки. Ставится в него коса, чтобы просто застанеть. Он делает свап. Откидывает его Марси. И Тираблейд отрезан от своей команды. Убьют Тираблейда и спушат здесь Т2 вышку. Да, 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 да. Тут уже пытался Тираблейд иллюзию отправить, чтобы чуть-чуть выиграть время. Но спушат здесь Т2. Да, ну слушай, опять побоят у нас Тираблейд. Хорошо, что не с косы. Хотя бы не с косы. Но там коса была отдана очень рано, чтобы время выиграть для своих тиммейтов. А никому не жалко дать косу вот так вот. Главное убить. Они сейчас за это заберут нижнюю линию. Возможно, на бараке зайдут с Т3. Да, ну, кстати, появился рефрешер у Марса. Еще и находит руну волшебства. Возможно, от этого захотят сыграть. Но до Тираблейда еще 30 секунд. И нету БКБ. И нету БКБ, да. А сторона падает потихоньку, начинает. Нет, крипы еще не подошли. Решили отойти все-таки. У нас команда КБУ-ЮС. Не решили рисковать. И тут тоже нажимается ответный смок от скрин-склада. Да, четверо персонажей, кто жив. Плюс чат. И Рошан живой, кстати. Можно на Рошана будет зайти. Прожимается ответный смок от КБУ-ЮС. Скорее всего, пойдут на Рошана. Возможно, там и будет следующая драка. Возможно, даже последняя на этой карте. Возможно, нет. Посмотрим, как она пройдет. Да, заходит на Рошана. Я все-таки надеюсь, что Тираблейда фармит эту БКБшку. И даст отпор. Команде КБУ-ЮС. Потому что, в принципе, да, Тираблейд-то сильный сам по себе персонаж. Еще и под формой. Под виспом, тем более. Мне кажется, более чем должно хватить дэмэджи. Убить как минимум двух сапиков. Возможно, даже на Пикачу дэмэджи хватит. Посмотрим, что из этого выйдет. Но пока что на Рошана не заходит команда КБУ-ЮС. Да. Почему-то промедлила она тут чуть-чуть. Но он наконец-то заходит. И упадет он, скорее всего, со стопроцентной вероятностью. Скорее всего, со стопроцентной вероятностью. Да. Умирает Рошан. Никак его не дэфует в скрин-скват. А вот, видишь, хотят добить БКБшку на терроре. И, возможно, дать бой на Рошане. Но не успеют. Не успеют слишком долго. Точно не отживают уже. Шаг забирает эмбер. Аегис на алхимике. Алхимик очень сильный. Шесть слотов, считай, почти. Если можно считать Аегис слотом. И будут продвигаться. По нижней линии очень много кликов. Захватили аванпост. Прожимается смок у нас скрин-скват. Возможно, смок последней надежды, потому что... Врывается у нас в Марсе. Ставится первая арена. Связывают у нас Марса. Он прожимает БКБ. Марсе уже умирает. Марсе в этой драке не будет. Нет, будет. Она байбэкнулась. У нас врываются в Терраблейда. Терраблейда бьет алхимик. У Терраблейда уже есть БКБ. Дальше алхимик отрезает Виспа. Хочет убить Виспа. Бабка набалтывает там. Также здесь Клокерк ворвался. Дедао били. Клокерка тоже. Висп умирает. Даблкил от бабки. Настреливает Терраблейд по алхимику. Алхимик пытается отойти. Здесь уже Марсе. Перекидывает через себя. У Терраблейда уже нету БКБ. Коса в него. Умирает Терраблейд. Умирает Люкан. И в итоге только Марс один остается живой. Идут за ним дальше. Да. Да. Эмбер гнал Марса. Нет. Все же не стал. В итоге Марс потратил две арены. И это не помогло. Алхимик 30 тысяч на Творса. Да. Они выбили еще Егис. Но видишь. Хотя бы бой дали с этой БКБ. Да. Много кстати персонажей убили. Достаточно. В такой ситуации. Там Дедао убили. Но на байбеках переиграли. Да. У всех были байбеки. Нет. Он покупал себе АЕГИС. Да. Перекидывает Люкана. Люкана скорее всего сейчас убьют. Надо скинуть. Нет. Не. Успевает скинуть. Но уже подался. Это скорее в трон. Да. Да. У Алхимика до сих пор есть АЕГИС. Нету конечно большинства ультимейтов. Здесь у нас Пикачу врывается в Виспай. Его подсейвливает Скрин. Скрина выкидывают. Сейчас надо скинуть колбу в Скрин. Скрин умирает. Сразу же байбекается. Мерлина у нас откидывает когами. Люкан разбежался. Бежит у нас Собака Барабака. Баря Баря бьет у нас Марси. Марс поставил арену. Там у нас убивают Собаку Барабаку Алхимикс. Расстреливают еще и все там расстреливают ее. Убивают у нас также Скрин А. Скрин уже без байбека. Остается только Марс и Висп. Возрождается наконец Тираблэйд. Дерутся до конца. Пытается Висп выхилить Марса. Уже не получается. Убивают у нас Марса. Висп далеко стоит. Тираблэйд сюда приходит. Но он уже здесь буквально один. Выкупается Марс. Хотят до конца дефать. Уже второй Т4 падает. Но скорее всего просто сейчас закончат игру. Потому что... Да. Здесь врывается Виспа. Висп у нас умрет. Да-да-да. Умирает у нас Висп. Эмбера вот убивает. Прожимает БКБ Тираблэйд. Дерется до конца. Алхимик взорвется. Тираблэйд бьет Алхимика. Пригвоздили Алхимика. Но это только АЕГС. Да и даже его не выбьют. Марс прожимает рефрешер. Пригвоздил у нас Эмбера. Но сам умрет. Скорее всего нет. Успевает на базу. Сквапается у нас Тираблэйд. Все калены из команды КБУ-ЮС. Но это ГГ от скрина. И все же КБУ-ЮС оказывается сильнее на этой карте. 1-1. Все решится на третьей карте. Алхимик не проигрывает. Алхимик душит. АКБУ пока что не проиграл ни одной игры. Ну хотя бы 100% винрейт. Получается так. В итоге Марс Мид не так хорошо сработал. Конечно он нафармил много. Рефрешер. Две арены. Но этого не хватило. И не хватило Тираблэйда. Да, Тираблэйд очень выпал из игры. БКБ появилось очень поздно. Да, еще и Смерти на линии подруинили маленькую ему игру. Не смог из-за этого реализоваться. Да, выйти в лес тот же самый, пофармить. Да, у Эмбера 25-й, кстати, уровень. Слушай, а вот я про лес сказал. А Тираблэйд, по-моему, на четвертом уровне уже у Леса ушел. Да, да, да. Его слишком загнобили. Но мы уже хотим передать слово нашей студии на линии, которые расскажут, как вам выигрывать на Алхимике. Чемпион людей. Чемпион зверей. Райс Кинг появляется на этой карте у нас. Очень рад видеть этого персонажа. Обожаю его. Обожаешь? А почему? А потому что он умирает и встает вновь. Да, два ультимейта. Да. Так сказать, он будет жить вечно. Да. Хорошо, ну, вижу я стандартного Кунку, стандартного Джаггернаута. Стандартного Инвокера, стандартную Бабку, стандартного Виссажа. Все стандартные и Леорик. Или вот зачесался чисто вот. Да, да, да. Форелечка такая вот подоспела. Да. Конечно, меня пугает чуть-чуть, что... Форелечка? Форелечка. Ну, забей. Забей? Забил. Леорик тут, возможно, будет забивать вражеских персонажей. Леорик? Да. Слушай, хоть я и ставил на КБУ... Но пик тебе больше нравится, скринскват? Но пик мне больше нравится, да, скринскват, потому что они просто могут вначале задавить и за 25 закончить. А походите еще их пик? Слушай, ну что еще можно сказать об их пике? Ну, замечательный пик. Хороший. Хороший пик. Мне нравится. Сбалансированный, самое главное. А еще пару ласковых слов. Пару ласковых слов еще. Я хочу, чтобы это был Doom все-таки троечка, Виссаж, четверочка. Потому что мы уже видели, что Doom-чик этот нафармит. Угу. И закончит, в принципе, да. Что еще следует? Спасибо. Да, мой Doom богатый, в принципе. Да, Doom с Мидасиком. Имба не контрится. Смоки прожимаются скринскватами, КБУ и я с такими действиями не богаты. Не юзают смоки. А Леорику они не нужны. Да Леорик и так дошел. Да, и так дошел. Вон он, у него бандура там в руках. Здоровая эта. И тут уже в пятером выходят. Смотри, могут зайти в спину. Убить. Да, не-не-не-не. Нет, Леорик, он читает. Да, читает игру, да. Но поставили вард здесь. Хотел бы я сказать, что они спалились на вражеском варде, но они в смоках. Все еще смоки спали. Возможно, вард их зацепил краю глазом. Ставится у нас пауза. Стандартная, традиционная. Очень рад. И давайте еще поговорим про пики. Может, вы у меня спросите, как мне пики? Да, не надо, правильно. Да, не надо. Ладно, ладно, давай, спрошу, спрошу. Спрашивай. Что хотел узнать? Как пики? Как пики? Отличные, отличные пики. Мне очень понравились. Я знаю, что тебе пики нравятся. В принципе, они отличные здесь, в этой игре. Что у той команды, что у этой. Ну, хорошо, хорошо. Я, да, я пики люблю. Вот ВК, кстати, уже подключается к игре. Да, будем надеяться, что, как всегда, быстро все отлагает, быстро все починится. Сколько раз я это уже говорил? За сегодня? Мне кажется, я каждую игру это говорю. Каждый раз, когда у нас кто-то ливает. Главное, надежда умирает последней. Надежда умирает последней. А я у нас хорошо с надеждой общаюсь. Вот, продолжается у нас игра. Ну что, будет ли какая-нибудь сейчас драка, такой замесик небольшой? В принципе, Джаггер-то может инициировать. Да, но Реалом отошел. Реалом отошел, прям глубоко отошел. Не хочет вообще рисковать. Здесь скрин-сквад держится в пятером. Варды глубокие поставили. Там вот вышечка ударила. Так что узнали сразу же, что есть у врага. Тут вард, ставится центряк сразу. Ломается центряк. Не дали инвокеру заданай. Даже они вот сыграли в командную доту. Вдвоем по тычке скинулись. А что у нас по рунам? 2 на 2? 2 на 2. В итоге спокойно разошлись. Вард только сломали. Отличная игра от скрин-сквад. Сразу же зачекали. Скорее всего, вражеские вардеры особо чекаться не будут. Хотя, может быть, вард на медуз ломают. И, конечно же, расходятся по линиям. Да, посмотрим, как здесь постоят. Потому что линия дум и визажек довольно подфильная. Это даже, знаешь, это, можно сказать, не тройка-четверка. Это две тройки с половиной. Да. Да, могут даже делить фарм, если захотят. И посмотрим, как Леорик отстоит. Сразу же земля думом жмется. Венча накидывает. Качает спиритов. Не будет она импетрусами накидывать. А что с ВК стало? С ВК все плохо стало. Визажальный дамаг зашел, мне кажется. Да, накопились у него стаки у визажа и скинул их в ВК. Вот знаешь, Саш, именно из-за нашего турнира визажа Валфы пофиксят. Потому что он практически в каждой игре появляется. Да, да, да. Если раньше его пикали только, знаешь, такие люди, которые в нем уверены. Которые на визажах отыграли больше тысячи игр, я не знаю. То сейчас его пикает каждый второй, потому что персонаж очень сильный. Да, очень сильный. Показывает себя на линии. Ну, он заслужил. Он лет пять был. У него был пикрейт самый низкий среди всех героев. А здесь у нас тыкается Скрин и Мерлин. Оба ло-хп. Но здесь, скорее всего, Скрин одобьет Марс. Нет, не побежал за ним. В итоге оба выхиливаются фласочками. Очень долго дрались. Там уже у обоих по 50 хп оставалось. Да, ладно, братик, разойдемся. Мировая победила дружба. Слушай, ну не было бы мувспид такой большой упуганный. Мне кажется, Марс мог бы и догнать. Да, мог бы и погнаться за ней. А здесь инча отгоняет двух героев. Кстати, я заметил, что сейчас на инче не качают у нас первые. Не хотят накидывать больные эти тычки. Хотят хилиться и крипов приручать. Ну, почему нет? Почему нет? В принципе, раскачка-то... Почему нет, да? Да, ну не стандартная, рабочая. На данный момент, да. Актуальная. Актуальные сборочки мы юзаем всегда. Да, мы юзаем сборочки актуальные всегда. Магистер Йода. Слушай, ну как тут вообще Джигринаут оцениваешь его? Шанс на победу у тебя? Ну смотри, ну во-первых, его уже по таврам он не это, не держится. Все же тут линия Марс и Бабка это сильная линия, не спорю. Но это не Бесмастер, который там закиплевывает кабанами, закидывает топорами. Здесь как-то все по лайтове для него будет. Хотя уже половина хп остается, у него есть только фласочка и танка, который ему дали. Бабка тут уже подошла, закидывает. А где Пугна? Пугна, скорее всего. Да, Пугна там в лесу держится. Да, слушай, только хочу сказать спасибо парням, что не Бесмастер, потому что поднадоело уже смотреть, как он топорики забрасывает. Персонаж просто теряет все хп. 3-4 топорика, минус 600, 800. Да, да, да. В принципе, мне кажется, это маленько поломанная тема. Да, на линии уж точно. Тем более, когда по фикшен и фласке, здесь у нас визажа хорошо, венча пробила, сама-то выхиливается, визажу не дает. В итоге визаж вынужден себе уже там кольцо на реген нести. А Леорик кайфует, Леорик кайфует, конечно же, уже КБУ-ЕС имеет топы по фарму. Леорик откидывает стан, бьет визажа. Убьют ли визажа? Будет ли это фестблат? Пробивает, и это фестблат для короля. Для короля, да, для короля. В принципе, хорошо он начал атаковать. Да, да, не испугался, главное. Там земля у дума была, вроде бы непрофессиональный игрок бы отошел бы, не стал бы рисковать. А он понимал, что ему хватит дамага и сам выживет. И тут у нас кунку почти убивает, буквально на две тычки остался, хотя фейерик был, если бы что, в любом случае выжил. Идет на руну свою. А, здесь уже есть одна. И ботл пополнит. Там у нас Джаггера пригвоздили копьем. Да, ну посмотри, Джаггеру тяжело на линии стоять, восемь припов умеет. Да, все же я вроде сказал, что он не стоит под тавром, но некомфортно, некомфортно ему. Испытывает, так сказать, диссонанс некий. Да, все время Марс щитом тебя подобьет, потом бабка подойдет, может даже первую знать отдать или просто подыкать. Да, высыл за БК всегда неприятно. Здесь опять у нас уже дума бьют, почти убивает дума, дума здесь уже не переживет, да, добивает его крипы. Сам Леорик отходит в кусты, скорее всего, чтобы выжить. А если фласочка? Да, ну если что, инчит должен быть третий в какой-то момент откатиться. Да, прожимает третий и выхилит его. Да, актуальными становятся такие саппорты, у которых есть врожденный хит, скажем так. Да, кстати, посмотри, как вы в ВК хорошо сыграли, сапожок выложил, чтобы побольше хп себе восстановить. На максимум играют. На максимум стараются, обе команды у нас, да. Да, третья карта, на ней уже решится исход встречи. Да, нужно победу прям вырывать. Вырывать, да. Если скринскват выиграть, то это их с почином, так сказать, а КБУ продолжат свою, так сказать, серию. Да, потому что в КБУ я так маленько... Я сомневался, но я прям смотрю, что по скиллу команда не отстает от любой другой. Да, пацаны могут. Да, пацаны могут, пацаны исполняют. Потому что качество, безопасность, уверенность. Юэс. То есть ты все-таки за КБУ, да? Я здесь скринскват ходил? Нет. Подожди, о ком мы говорили? Я говорил про скрин. А я говорил про КБУ. Вот опять не стакаемся. А вот наше мнение разделили. Не стакаемся. Ну да, мы не инши. Хотя. Здесь у нас у Кунку атакуют, подкидывал его инвокер. Маны нету. Да, но, кстати, довольно ровно стоят у нас и инвокер, и Кунка в миду. В принципе, другого ждать было и нельзя. Да, 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 да. Здесь джаггер раскрутился, очень сильно раздамажил массу, но он отойдет похилиться. Ферик у него есть. Также у него стики есть. И брейсер. Брейсер хилит. Брейсер сейчас как никогда актуален. Тоже дает реген. Хотя и понижен чуть-чуть после патча. Ну, все равно брать будут. Да, да, конечно, конечно. Слишком предмет хороший на линии. Подкидывает у нас катапульту. Хороший Бла залетает, Пугна ставит вагд. Возможно, хочет убить. У бабки остается 30 хп и умирает. Скрин добивает. Отлично. Да, отлично сыграл на скрин. Да, прям затыкал. Затыкал в момент инвокера, убил Кунка, подловил. Перетягивается сюда инча, но уже поздновато. Мидер-то убили. Кушан, он его прям в соло получается. Получается в соло, а тут соло убивает Марса. Джаггер раскрутился хорошо. Марс почему-то развернулся, должен был дальше под Тауэр бежать, мне кажется. Хотя, скорее всего, думал, ладно, уже умру, перерожусь. Нет, видишь, если бы не Крит, мне кажется, он бы смог его копьем под Тауэр засунуть, прибить. Да, возможно, рассчитывал на это, кстати. Да, но вышел такой вот Крит рандомный. Да, тут Леорик уже отошел в лес, за ним гонится Дум, забирает руну. Встреча с Думом, Дум тут поставил вард. Также выжиг Ману Леорик, Леорик дерется с ним, готов. Прожмёт тики ещё, визаж подлетает. А здесь сейчас с этой стороны и шишки. О, закидывается там шишечка. Венча, молодец, контролю даже этого. Убивают Дума, бьют дальше визажа. Визаж почти не наносит дамага, Леорик ещё живой, 300 хп, визаж убегает. Там скелетов куча вызвал Леорик. Ну, 4. Откидывает стан, и визаж это не пережёт. Это смерть. Визаж развернулся, хотел отдать скиллы, не ожидал, что у Леорика хватит маны на стан. В итоге это минус 2 на ровном месте. Леорик этому очень рад. Сейчас, вичали, не постоит. По-моему, визаж промазал своим вторым скиллом. Да, да, по-моему, он дал то ли в скелета, то ли в шишку. Поэтому-то я подумал, вообще дамага не нанесло. А на самом деле он промазал. Откидывает у нас Джаггера чуть-чуть. У Джаггера уже, кстати, 6-й есть, хотя нет маны на ульту. Но если так подловит Марса без скрипов рядом, может и ультой соло кил оформить. Так что надо быть аккуратнее Марсу. Брумхендл для Кунки сразу же с радостью берет. Ждет руну на 8-й минуте. Руна появляется у нас сверху. Волшебство. Законтролил Мерлин. Лейнвокер оставил. Кунка не подойдет. Хотя с плашом там Пикачу получил по дороге. Да, сейчас, скорее всего, будут выходить у нас Лейнвокера с пугной. У Джаггера маны нет как раз-таки ни на крутилку, ни на ульту. Да, да, да. Здесь Марс пригвоздил его. Они сами бегут тут за Марсом. Пугна гонят. Так что это будет хороший байт. Марс, если здесь разойдется, еще будет очень здорово. Но нет, Марс здесь погибает. И тут надо даблкил оформлять. Подкидывает у нас пугну. Ну хотя пугну забрать. Нет, даже пугну не забирает. Инвокер не рискует. Боится, что у Джаггера есть ульта. Ульта у него, кстати, есть. И ману ему восполнили. Еще Курьера убили. Очень плохая реализация руны волшебства. Здесь у нас появилась уже корабль у Кунки. Птички у Визажа. И убивают у нас Инчу за пару скиллов и пару сплэшей от Кунки. Да, хорошая притяжка в принципе убили. Ну, мне кажется, хотели ВК все-таки забрать. Ну здесь даже больше им хорошо, что они выгнали ВК. Идут дальше за ВК. Ульты у него нету. Да и не нужна она ему в такой момент. Надо убегать. Откидывает у нас стан в Кунку. Хотел, наверное, чтобы не затаймил он эти скиллы. Но разойдутся. Разойдутся. Да, в итоге не убили у нас ВК. В принципе, хорошо. Повезло ему, что у Кунки недостаточно. Ну и дальше они боялись, скорее всего, просто идти. За корабля не было. И корабля-то тоже не было. Здесь у нас война была за маленький спот крипов. За стаканы. Скрин встречается с Максом. Не хотят они драться. Слушай, а Джаггер уже, кстати, потихонечку догоняет ВК у нас. Да. И видно, как стату. Но все же ему пока менее комфортно. Нижняя башня сил света падает. Это что? Это визаж со своими птичками. И тут у нас выходит инча. И хотят запушить этот тавер. Вард ставит Джаггер. И не палит его. Также стоит Вард Пугны. Очень много. Там поймали инвокера еще, кстати. Здесь у нас, да, инвокера поймали. Но кто кого поймали? Тут Кунку подбрасывают. Ставится арена. Пригвоздили Пугну. Два персонажа умирают. Мерлин даблкил. Идут дальше за Думом. Дум на земле пытается убежать. Половина хп у него остается. Инвокер больно настреливает. Забивают на него. Возвращаются наверх. Скорее всего, Т1 упадет наверху. Отличная игра. Хорошая реализация арены Марса. Инвокер выжил. Инвокер получил два заряда урны. И скоро будет Мидас. Вроде как нападали на инвокера. Драка совсем развернулась в другую сторону. В итоге погибли два героя. Команды Скринскват. У нас также здесь из дровяка выстрелили по Джаггеру. Пушится тавер. Половина тавера остается. Возвращается сюда Пугна. Скорее всего, да. Закидывает Бласс и поставит сейчас вард. А ребята захотят подраться. Потому что инвокер здесь в инвизии. О нем не знают. Здесь Дум в смоках. С вардами. Там печенька. Печенька никого не станет. Джаггер раскрутился в инчу. Также Дум дается у нас в Марса. Расстреливает у нас бабка Джаггера. Но она тоже здесь умрет. Здесь три персонажа команды Скринскват. Слушай, мне кажется, она более чем довольна. Потому что они убили Джаггернаут. Потеряли в разме только... Или Орик пушит Мид. Да, или Орик тоже сейчас заберет Мид с этими скелетами. Да. И даже если они не спушат вверх. Пушатся под Катапу Мид. Сюда уже приходит Кунка. Но скелеты бьют. И добивают... За Денайл. За Денайл. За Денайл. Обидно. Но что поделать. И у Леорика в скором времени будет Омлет. А надо было, знаешь, прям до конца стоять. Надо было до конца, да? Да, забрать. Потерять половину ХП. Возможно даже умереть без ритты. А здесь Визаж уже тоже занимает вражеский лес. Возможно, найдет сейчас Леорика. Здесь Дум выходит на Леорика. Леорик сразу дает ему Стан. Ямвокер рядом. Выжгут ему сейчас тюманую. Думай, если что, у него нет. И Дум здесь загулял. Да, Дум просто погибает. Забирает еще и Пикачу кил себе. Да, 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 да. Пикачу забирает кил. Хорошо, что бабка не застилила. А то бы Инвокер, возможно, сломал парочку бы шмоток. Либо лицо бабки. Здесь у нас Кунка дает крест в Мерлина. Также здесь Визаж со своими птичками летит. И, возможно, просто бабку отдадут. Она пытается запрыгнуть на ХГшечку. Инвокер помогает. Откидывается Торнадо. И бабка выживет. Отлично. Засейвил Пикачу свою четверочку. Да. Потому что не забрал кил. Возможно, забрал бы обиделся. Возможно. Так, ну. Да, вот это Инчаев, который Максит второй, третий. Здесь заняли они вместе с Максом вражеский лес. Возле аванпоста вражеского тусуются. А Джаггер? Джаггер молнии собирает. Молнии собирает. Ну, хорошо, что уже надоело видеть Баттлфьюри на каждом персонаже. Да БФ, знаешь, ну. Неактуально уже. Я на Джаггере БФ не очень-то я ценю, потому что. Это жадно. Да, во-первых, это жадно и, мне кажется, не так сильно. Прям сильно, да. Какие-то молнии, там, во время ульты. Дальше выходить, там, не знаю, в Сашу Яшу, Монту какой-нибудь. И дальше по демиджу идти, то... Да. Яшу купил, а там решил уже, Монта это или Сэнш докуплены. Да, но это все на вкус игроков, в принципе. На вкус цвет, да. Здесь пока что занимается вражеский лес. Команда из Кринскват. Тут отогнали всех. Кстати, Блинк появляется у Марса. Можно нажать смачок какой-нибудь. И реализовать его. Хотя Моны нету, надо с базы, да. С базы придет. Подождет, пока Монова остановится. Венча тут бегает по лесу. Чуть-чуть сейчас потолкает линию. У Леварика, наконец-то, привозится армалет. Да, теперь еще, наверное, остается дезолятор какого-нибудь докупить. В принципе, это, по-моему, стандартная сборочка. На ВК сейчас так и собираются, да. Сейчас поставится арена, скорее всего, в Дума. Нет, прыгает он в визажа. Также у нас набалтывает уже бабка. Успела Дум ей сбить, но... Он выживает? Визаж не переживет это. Да, замедлен у нас ММР-турист. Бежит за ним. Но Дума здесь убьют. В итоге Дум погибает за визажа. Марса скоро откатится прыжочек. Из-под санстрайка выкидывает. Но хотя бы за... Застанил его. И надо убивать визажа. Бегите за ним дальше, ребят. Слушай, какой же он плотный. Он пережил две ульты. Да, и замедляет сильно. Очень сильно замедляет. Очень доволен Дум. И это, между прочим, четверка была. Это не троечка, которая там фармила какие-то артефакты. У него был на сейв. Дум все-таки тройка? Или визаж? Извиняюсь, да, это визаж троечка. Заговорился. Я все-таки мечтаю о Думе. Да, Дум тройка слишком жесткий. Но как определить Дума тройку? У него Медас куплен. Медасик. И он на первой строчке. Да, 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 да. Быстро на первой строчке. Они на предпоследнее. Здесь у нас Леорик встречается вражеским кором. Надо быстренько сломать вард. Хотя нет, по лицу можно побить. Да, да, да. Опа! Догонять, догонять. Бегу, бегу за тобой. Сейчас тебя ударю. Сейчас тебя ударю. Да, кидает стан. Санстрайк ломает вард. Джаггер раскрутился. Надо было сразу тупо аут делать. Хотел бы я это сказать, но у него 20 секунд кд. И поймает здесь Джаггер. Пугна у него всосалась. И Джаггер все же убегает. Возможно, скрина поймают. Нет, не поймают. Слушай, ну погоняли, погоняли этого Джаггера. Но мы видим, как ВК дамажится с одним только армлетом. Джаггер ему пока ничего не может противопоставить. Да, потому что у Джаггера, хотя и есть молния, но пока что это не то. И собирает себе... Ой-ой-ой, у нас тут откинуло инча. Джаггер убегает. На крутилке приходится... Прям гоняют его? Да, да, да. От пятерки убегает вражеской. Кстати, есть БКБ у нас на кунке. Да, и сейчас, скорее всего, будет врыв у нас. Да, ставится арена. Хочет пригвозить у нас визажа. Кидает копье. Прыгает у нас бабка. Продлевает. Инвокер настреливает. У визажа уже половина хп. И, скорее всего, здесь он погибнет. Да, подкидывается в орган оба персонажа. Все еще живой. Да, все, добивают наконец-то. Остаются птички. Возможно, птичек может добить. Здесь уже Пугна перетягивается. Дум вместе с ней. Птичка садится. Не хотят ее даже добивать. Отходят. Потому что кунка здесь даже в инвизе. Неизвестно, конечно, знают о нем или нет. Ставится с интерьер. С интерьер сейчас скринского сломает. Денает. Да, денает, кстати. Играют до конца. Также джаггер уже здесь. Он, как бы, вроде фармит. Но, ребят, я, если что, рядом. Если что, я помогу. Ну вот, кунка улетает. Решили, видимо, не фармить. Надо еще мит от дефать. Да, Ливорик тут его чуть-чуть протолкнул. Радик себе планировал, кстати, покупать. Это уважаю. Это уважаю. Радик, это жестко. Хотя, необычно. Обычно Армлет с Радиком не стакают. Хотя, может, и стакают. Кто знает, кто знает. Кто знает, да. Он знает. Но ты же не игрок в раскинга, так что. Я фанат раскинга. Тебе, простите. А, фанат. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Договорились? Спасибо. Более чем? Рад очень этому. Пытается дум себе блин дофармить. 200 голды с 5-10 копейками осталось у него. Почти забирают у нас митвышку. Бласт. Прощай, Метавр. Захватывает у нас небольшое преимущество. Скорейспорт, но даже меньше тысячи. Это даже нельзя назвать преимуществом. Это равные нитворсы. Но Леорик гораздо больше имеет, чем Джаггер. Джаггер у нас на 6-й строчке, Леорик на 2-й. Хотя Кунка впереди планеты всей. Да, у Кунки еще и БКБ имеется. Так что его просто так не убить. За стан какой-нибудь. Только если подловить, хорошо. Да, да. Мне кажется, он должен на реакции сыграть и нажать БКБшечку. Леорик тут... Ой, прошу прощения. Джаггер тут фармит. Пикачу его видит. Возможно, захочет чуть-чуть его раздамажить. Да, выбегает. Кидает ураганчик. Здесь у нас драка. Почти убивает Мерлина. Добьют его. Он прыгает. Не успевает запрыгать наверх. Успевает вас сломать. Да, да. Хотя бы так. Дума появляется Блинк. И Кунка получает один килл. Пикачу здесь видит Джаггера. Убивает крипа. Видят друг друга. Не хотят даже драться, потому что понимают, что это бессмысленно. В итоге инвокер предпочитает бить крипов. Что правильно. В данной ситуации смысл бить этого Джаггера, который проживет крутилку и уйдет. А здесь у нас дюрара нафармил себе уже Глиммер Кейп. Да. Хочет покупать себе форстафик. Чтобы сейвить максимум сейва. Да, от этого противного висажа с его горгулями. Да, да, да. И нажимается смок у нас в команде скринскват. Да, только двое персонажей. В нем это думает Джаггер. Скорее всего варды хочет. Нет, вардов нет. Хотят реализовать дум. И ультимейт Джаггера видят. Могут найти вороскинга и видят, кстати, у нас. Нет, нет, видят инвокера, да. И встречает инвокера, прыгает. У нее хорошая торнадо по двоим. Откидывает дум, а Джаггер крутится. Инвокер захочет здесь уТПшиться. Инвиза пока нету. Но на нем еще действует досты. ТП аут. Успеет ли? Да, успевает. Пикачу просто здесь забожил. Забожил, да. Нереальная реакция этого паренька. Да. Прям все кнопки были нажаты идеально в данной ситуации. В итоге смог в никуда. И выживает Пикачу. Да, и кстати, у него было 3000 еще на руках. Да, да. А здесь у нас атакуют Инчу. Скрин в нее уже впился. Визаж продлевает станы. Прыгает Марс. Ставит арену. Пригвоздил опять Визажа. Хотел, наверное, пугнул. Да, хотел пугнуть. Да, здесь уже корабль в него влетает. И в итоге хотел засейвить свою пятерку. Но помер сам. Неприятно. Не ожидал здесь, возможно, пугнуть. Не то, что он хотел, конечно, да. Заходит на Рошана сразу же. Инча здесь. Скринскват в полном составе здесь. Бьют Рошана. Пугнав сосался, всесет, конечно, не прям больно. Но остальные персонажи бьют. Инвокер прочекал это с анстрайком. Приходят еще птички Визажа. Уже половина ХП остается. Не буду дефать. Слишком много. Дамага в Рошана влетает. Не успеют. Хотя нет. Бабка начинает настреливать. У Джаггера уже половина ХП. Нажимает крутилку. Также пугнав в него всосался. В итоге выгоняет из Рошана на некоторое время. Но... Кто не помогает, да. Забирает. Погибает. Уже команда Скринскват. И Джаггернаут выбирает Аегис как раз таки. Да. Да, да, да. В итоге теперь оба кора имеют вторую жизнь. Да, оба кора имеют вторую жизнь. Можно драться. Да. И, кстати, Shadow Blade есть у нас у Кунки. Неожиданно. Команда, мне кажется, КБУ еще от этого не знает. Да. Здесь у нас подкидывает Бабка на печенье и Криппа. Попыталась застанить Визажа. Не получилось. Сейчас будут на него нападать, наверное, или они решили? Да, ну так, скелетами всех палят. Но не идут. Не идут. Ну, конечно же, там у Джаггера Аегис не очень хочется браться. И, скажем так, Инвокерс это уже в сторону Скринскват. Потихоньку начинает склоняться. Формят гораздо быстрее. Три топ-но-итворса это... Кстати, Инвокер у нас здесь нашел. А, нет, это Инчатрос, извиняюсь. Да. Здесь у нас Пугна еще ТПшится Инвокер. Нету. Не достает. А, достали, достали, достали. Бежит крутилка Джаггера. Джаггер уже с шардом, имба. Да, и покипает у нас. Здесь уже не очень... Нет, еще живой. Уходит в Глиммер на одну тычку буквально. Бластами достает, откидывает скилл. Выжил. Не попал. Слушай, ну потому что Визаж по ней не бил, поэтому... Да, 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 да. ...пошел. Сразу книгу себе Визаж покупает. Да. Да, да, да. Здесь уже Макс не особо хотел сэвить, помня прошлую ситуацию, но в итоге оба выжили. Но Копьем-то он попал под Джаггера, так что... Да, да, да. Вот он что сделал. Да. Дело сделано. Практически у Раскинга уже имеется Радик, еще маленько остается. И этот чел бы готов наваливать. И с руки, и сжечь. Да, ну кстати, Радик, я так подумал, не так уж и плохо против тех же птичек. Ну, потихоньку выжигает пугна, которые будут где-то декрепифай кого-то кидать. Мясы еще будут какие-нибудь рандомные, противные. Да, нет. Тут Радик актуально очень больно бьет, убивает Дума-четверку, который хотел, наверное, просто проверить что-то. Встречается с Визажом, не очень хочет Леорик с ним драться, птички начинают настреливать, очень много хп отнимают, половина уже отлетает. Влетает в него еще одна кнопочка. Можно наказать, наверное, Визажа? Нет, не хотят бояться. Боятся, что кто-нибудь из-под крепа придет. В итоге Леорик отходит. Да, практически Кираса собрана у нас у Визажа. Да, уже есть отнутый тотемчик. Да, и на скрин-склад у нас, как мы видим, вероятность победы 57%. Да, и на КБУ 43%. Но игра еще равная, 1000 преимуществ, это ничего на 22-й минуте, да. Да. Ну, пушуют по чуть-чуть вниз. У Леорика появляется, наконец-то, Радик. Джаггер не боится. У него, если что, Аеги. Здесь бабкой прожимают инвиз с руны. Падает, наконец-то, Т2 на низу. Захватит Аванпостик. И Лес, считай, за скрин-складами вражеские. Да, и БКБ, вот Марс себя добивает. В принципе, с этой БКБшечкой можно и подраться. Но тут скрин-склад нажимают с макиями, хотя кого-то найти. Все, кроме Кунки, Кунка в инвизии от Шадоу Блейда, ищут. Команда КБУ стоит на горке, если что, готова их принимать. Первым бежит Джаггер. Разошлись, разошлись. В итоге только инчу пока видно. Инча развивилила смок на Джаггере. Отхватывает Аванпост обратно. И всем бы тут разойтись. Да и все. У Джаггера еще минуту 30 секунд Аегис. Подождать. Поивейдить драки. И все. Да, вот она, кстати, БКБ на Марсе появилась уже. Да, да, да. БКБ на Марсе. Съедает думкрипа. Инчи. Тоже небольшая контра. Кристалис Кунка себе добирает. И скоро у него уже будет Сильвер Рейдж, будет отключать пассивку Марсу. Да, ну, знаете, у нас Леорик прям фармит, 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 фармит. И почти догоняет Кунку. Хотя Кунка тоже впереди планеты всей. Здесь у нас видят инвокера в лесу. Инвокер пытается утпшиться. Скорее всего, не найдут его. Нет, птички встанет. Его сбивают тп и погибнет мидер команды КБУ. Жалко этого парня. В итоге, хотя, тиммейты его отсюда ушли. Но маленько не повезло. Да, да, да. Что птичками нашлись. Сильвер Рейдж появляется у Кунки. Но видишь, у инвокера есть линка. В принципе, да. А Джаггер, она может спасти. И не только от Джаггера, в принципе, возможно... А Дума того же. Да, Дума отсасывайте пугны. Здесь у нас Марсу атакую. Приходится тратить БКБ, чтобы выжить. Очень больно бьет Визаж и Кунка. И пока что у КБУ все, если не плачевно, то они точно играют вторым номером сейчас. Да, кстати, вот еще Лотос появляется у нас у Снитфаер. БКБ фармит Леорик. Прям Леорик с Джаггером воюют за первенство по фарму среди кэри. У Дума появляется Форс Тафф. Оцените этот артефакт, Александр. От 1 до 10. Да, в принципе, неплохой. Почему нет? Хорошая цифра. Продолжаем. Так, у нас Т1 спушивают наверху. И, возможно, пойдут на Т2. Да, пойдут на Т2. Не боятся ничего. У Джаггера, конечно, ЕГИ заканчивается. Отхидывается копье. Варт стоит его, хилит. Здесь Леорик влетает. И Леорику сразу же выбивают реинкарнацию. Нет, не сразу же выбивают реинкарнацию. Вру. Вот теперь выбивают. Не успел армлет забузить. Кунка прожимает БКБ. Возрождается Леорик. Сразу же в него влетает корабль. Но Джаггер спасает Леорика тем, что ультанул в него лотус. Там визажа почти пробивает. Арена от Марса хорошая. Но никого не убивает. Леорик все еще живой. Хочет убить перед смертью Пугну. Не убивает Пугну. Начинает настреливать Бабка. Птички там погибли. Только одна осталась. Дум умер у команды Скринскват. В итоге один в один размен. Но не очень хороший для КБУ. И продолжит пушить. Не бояться. Непонятно, что здесь делал Леорик. Зачем он так в наглую-то пушился? Очень в наглую. Вроде видел, что там фамилиарились. Так, прыгает у нас Марс. Застанил у нас Джаггера. Его подсейвивает Пугна. Надо сначала от Пугны избавиться. Джаггер раскрутился. Очень быстро бегает. Там добьют у нас, скорее всего, Хэппи Дюрара. Нет, он уходит. Его форстафует. Марс прожимает БКБ. Визаж настреливает по инвокеру. Пригвоздили у нас Кунку. Кунке мало ХП остается. Надо добить Кунку. Кунку добивают. Нет, Кунка уходит у нас чуть-чуть на ЛООХП. Сантрак мимо. Фугна его сейвит. Да, у нас... Нет, все же добивает. Там зашел в спину у нас Марс. И в этот момент еще убили Snapfire. И Марс у нас уходит. Просто там еще пытается скипнуть пачку. И надо ему бежать, 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 бежать. В итоге более-менее драка. Более-менее. Snapfire в Кунку это уже хороший размен. Да, видишь, Леорик даже решил не присоединяться. Пошел в МИД, ТП-шку на голову. Да, но он без ульты не хочет. Да, ультимейта нет. Не за чему там появляться даже. Да. В итоге у нас видим по графикам, что все же это в плюс КБУ. Как я и сказал. Хотя бы КБ на Марсе было потрачено. И не раз. Да, Кунку. Ну, долго Кунку убивали. Да. Там еще Пугнаса. Там чуть-чуть дамага не хватало. Он уходил, да. Несколько раз причем, кстати. Хотя копья Марс кидал идеальные. Да, всеми копья им попал. Почти, а всеми. Да, смоки покупают у нас на фарк. Скорее всего сейчас по КД ультимейт или Орико захотят выйти в смоках. Убить кого-нибудь. Возможно и сейчас. Посмотрим. Смотря кто присоединится к этим смокам. Но пока... Тяжело. Тяжело в команде КБУ. Играют номера все еще. Даже после окончания Аегиса. Очень много дамага у нас на Кунке, на Джагере, на Визаже. Да, и Огоним почти появляется у Визажа еще, кстати. 800 голды до него остается. Но инвекера в планах купить БКБшечку. И будет чуть полегче в драках. И сейчас у нас будет встреча на Миду. Находят там у нас Дума. Дума убьют. Хороший килл. Фри килл для Леорика. Нет. Хэппи Дюрара забирает. Дюрара забирает килл, да. Отлично. И пойдут по Миду, возможно. Так, у Рошана первый таймер заканчивается. Сейчас узнаем, через сколько появится Рошан. А появится он через 42 секунды. Неплохо, возможно, кстати. Нет, невозможно. Дум возродится быстрее. Гораздо быстрее. Отхватывает у нас в ванпост. Все равно будут играть сейчас возле Рошана. Рошан очень важный таргет сейчас. У Пугны появляется Гем. Хочет сломать Севроды, который увидит. Смоки покупает Инча. Еще одни смоки. Так, здесь Кунка в инвизе. Леорик отошел. Отлично. Не поймает его здесь. Скелетами фармит. Крип. Крип. Оф. Да, ну здесь, видишь, важно еще хорошую позиционку на Снэпфайр поймать, чтобы... И не убили, и настреляла. Да, потому что, ну, главная целью сажает, понайти Снэпфайр и сбить ему ультимейт, мне кажется. Да, и не только ему. Возможно, волшебнику тоже хочется его найти. Да, почему нет? В принципе, Кунка его убьет, мне кажется, даже с двух тычек из Инвиза. Да, возможно, даже не придется скиллы разряжать. Из Сильверейджа ударил, потом еще парочку раз, и нет уже Снэпфайр. А здесь все еще во вражеском лесу держатся, Рошан уже возродился. Предполагать это обе команды должны. Да, прожимаются смоки командой Скринсквад. Сейчас Инча не стала чекать, просто ушла. Могут масса найти, в принципе. Да, там Курьер стоит, кстати, захватывает аванпост. И по аванпосту пойму, что команда вражеская в смоках заходит на Рошана, Джаггер уже начинает его бить. Надо дефать команде КБУ, нельзя его просто так отдавать. Потому что можно туда настрелять бабки. Но не идут пока. Пока не идут, не готовы, либо не знают, не предполагают. Да, скорее всего, они просто дадут его Рошана опять. И у нас достанется халявный шаг в команде Скринсквад. И Аегис появляется у нас БКБ на Инвокера, но... Рошан падает, Рошан падает. Это фри Рошан, кстати. Я чуть-чуть, если честно, удивлен. А почему этот Рошан не дефается? Почему? Вот, я не знаю. Ну, видишь, пока они били Рошана, вот наполовину Рошан просел, и только-только БКБ пришла Инвокера, возможно, из-за этого решили не идти. Возможно, даже не предполагали. Но заходят сейчас на вражескую тройку, рассчитывают там кого-то одного найти. Не находят. Все сейчас находятся у команды Скринсквад в стороне своего большого леса. Пикачу здесь кого-то ищет в Инвизе. У Пикачу прям сейв билд и линка и БКБ. Очень хочет выжить. Да, он видишь такие персонажи, прям... Очень больно. Да, прям, они... Эти артефакты нужны в этой игре. Да, здесь Кунг, это просто на низ, под крестом. Возможно, его там можно поймать. Нет, он сразу же буквально возвращается, как только видит и всех. Потому что боялся, что Инвокер может на Торнадо его подловить. И в итоге, даже учитывая, что у Джаггера и Егис, КБУС идут пушить. Даже на Т3 хотят зайти. Вау, смело с их стороны. Уверены в себе? Да, но как бы за этих... Да, Дум хорош. Дает у нас Дум в Инвокера. Откидывается у нас копьем Марс. Арена стоит, Визажа почти убивают. Он садится, начинает у нас расстреливать всех бабка. Лава лежит, по ней бегут команда. Скрин-скват у нас. Джаггер отстанивает после крутилки. И готовы драться, я так понимаю. Вторая арена от Марса. Убивают у нас Визажа. Нет, Визаж еще живой. На ЛОХП уходит. Нет, Визажа убивает. Выжигает ману. Тут почти всем все каленые. Почти убивает Мар... Убивает у нас бабку. Почти убивает у нас Леорика первый раз. Убивает у нас Дума. Леорик второй раз дерется. Бьет Джаггера. У Джаггера еще есть Оега. Не забываем. Убивают Джаггера первый раз. Два Байбека от Пугны и от Дума. И надо разойтись. Очень много выбили. Байбека также от Снэпфайр был. Отличная драка от КБУ. И главное сейчас выжить всем и разойтись. Да, ну слушай, выбили два Байбека у Скрин-сват. Не понятно. Хотя нет, Байбека цена да было. Там Леорик прям... Да, там было страшно. Там могли убить Джаггера второй раз. Да. Как мы видим, дэмэдж у обоих команд колоссальный. Колоссальный. С рефрешером. С рефрешером. Неожиданным, кстати. Да, кстати, я даже тоже не заметил, что у него был рефрешер. Вторая арена, скорее всего, даже и для Скрин-сквада стала неожиданностью. Которая очень много поменяла в файте. Казалось бы, уже Скрин-сквад перешли в нападение, но отбились. Тут у нас инвокер подкидывает Джаггера. Надо отойти. У нас тут двое, ребята. Леорика рядом нет. Скади появляется у Джаггера. Леорик будет плохо хилиться. И инчат тоже не особо будет хилить. Да, но Скрин-сквад станет чуть полегче драться с этим Леориком толстым. Потому что мы видели крит на тысячу выдал этого Джаггернаута. Бедный он. Он там половину лица потерял. Да, половину лица. И хорошо был Аегис. Да. Потому что, мне кажется, если бы не было Аегиса, то КБУ в сухую выиграли бы эту драку. Поддерживаю. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, ну что у нас дальше-то будет по игре? Ой-ой-ой. Еще какие-то смоки наверняка должны быть от команд. Надо дождаться КДР и Фрэша. Да, у Визажа уже появляется Аеганим и Шард. Потому что мы видим, команды как поняли, что их Леорик уже готов. Снэпфайр здесь в инвизии. Прожимаются дасты, видят Снэпфайр. Снэпфайр пытается упрыгать, но умрет. Да, умирает у нас Снэпфайр. Фрикил для команды из Скрин-сквад. На халявила. На 70 секунд. На варде пробежала. После байбэка. Медфармит вражескую тройку. Здесь у нас ловят кунку. Выкидывает его из-под Санстрайка. Думаю, его пытается подсейвить. В итоге самого Дума сейчас пытается убить Леорик. Надо прожимать БКБ, наверное. Дум у нас дали в Марс. А Марс погибает. Леорик там бьет. У нас пугнул. В итоге никого убить не может. Убивает у нас первого Дума. Дальше бежит. Ульта еще есть, но нету ТП аута. Надо здесь уже драться до конца. Надеяться, что команда поможет. Возрождается. Надо сжать БКБ. Сразу жмет БКБ. Птички садятся в никуда. Пытаются уйти. Джаггер ульту просаживает практически в никуда. Попрыгал только по Кентавру. Откидывается Станом Леорик. Пытается убежать дальше. Очень болезненно бьет по нему кунка. Приходит здесь инвокер. Пытается подсейвить. В итоге у нас Леорик погибает второй раз. Я думаю, здесь надо было драться до конца. Умирает в итоге у нас Леорик. ТПшки все равно не было. 80 секунд у нас Леорика не будет. Инвокер отображается в БКБшке. И пока что тяжело очень. Упали, поэтому драка не просто так было. Да. Да. Я думаю, Screen Squad сейчас сидят в шоке с этого. Как я. Как минимум. Наверняка. Аж сердечко чуть-чуть прихватило. В итоге еще и верх неплохо так пропушен. Получается, это все был так... Это все по плану шло, да? Тактический фит. Тактический фит. Прям как я люблю. Обидно, конечно, что у нас пресс-кинг. Да, у него ТПшки не было. Возможно, ему сразу надо было нажать БКБ, ТПАУТ. А ТП не было. Баши появляются у нас у Джаггера. На случай, если то, что я только что проговорил, будет работать, Джаггер уже нашел контрмеру. Руна появилась снизу, как я вижу справа. Да, кстати, Аганим почти у Инвокера появился. И будет у нас очень много санстрайков во всех лететь. Я бы даже это назвал катаклизмом. Да, потому что под ультусный фаер, когда все замедлены... Так, Визажа видит у нас Инвокер. Возможно, будет атаковать. Нет, не рискует. Знает, что это довольно-таки сложная цель. Возможно, спрашивает, ребят, подойдете ли. Так, птички далеко. Идет Пикачу дальше за ним. Все еще Инвиз работает. Ну, далековато уже, наверное, не стоит за ним идти. Возможно, там тиммейты есть. А, ждут, пока подойдут. Здесь Марс Снэпфайр в Инвии... Ой, в Смаках. Дальше у нас нажимают все кнопки. Здесь Марс его пригвоздил к единственному дереву. Бабка настреливает. Сейчас, скорее всего, Визаж сядет. Да, садится. И, возможно, не такое-то... Нет, ставится у нас арена перед тем, как в Марса нажимается у нас Doom. В итоге у нас Визажа хилят. Марс Копье не откинул. Поставил только арену. Снэпфайр у нас погибает. И как только Визаж сел, возможно, стоило уходить. И погибнет у нас здесь Марс. Да, погибает у нас Марс. Минус 2. Да, какой замечательный герой. Одну кнопочку нажал, и ты уже отхилился на половину... И ты бессмертный. Да, бессмертный персонаж, потому что... Демо же в него тонна залетела. А всего лишь 1500 стоит у тебя. Ультастинг фаер, метеор еще упал сверху. Да, это даже не ледышка Виверны. Да, и стоит действительно все. 1500 тебе дает бессмертие. Покупайте. У инвокера появляется, наконец-то, аганим. И с этим аганимом будет очень много дамага влетать во всех, кроме Визажа, который будет в бессмертии сидеть. Ему можно. Ему можно. Мы уже убедились в этом. Так, здесь Кунка хочет с плешиком ударить. Тиммейты рядом. По скелетикам хотя бы. Нет. Нет, все же ударил. И сразу вернулся. Назад в порт. Так, здесь у нас еще Пугна бегает. Видят Леорика. Все друг на друга пиликают, недовольны. Трекс думает, у нас, кстати, покупать Кунка? Да, да. В принципе, мне кажется, сразу после возрождения Леорика, со второй ультой, если он не успеет нажать БКБ, ему можно законтролить легко. Да. И так убить. Кстати, руна ДД у нас появляется внизу. Кто-нибудь найдет ее из команд? Скорее всего найдут. Ну, там, кстати, инвокер на верху сплитит. И в итоге Кунки приходится туда утпшиться. И тут сейчас только четыре героя команды скрин-сквад находятся. Здесь у нас дальше пытаются поймать скрина, видит Леорик, не может дать стан, дает стан, Дум рядом, ударяет его один раз. Синча сразу же снимает декрепифай, скрин быстро умирает, надо сломать еще вард. И сейчас Леорик должен ДД увидеть. Подберет ДД, пойдет дальше драться. ДД снять нечем пока что скрин-скваду. Дум в КД. Возможно, захотят подраться под ДД. Можно Т2 как минимум спушить. Должны быть тайминги, должны знать, что у Дума еще нет ДД. Ну, думаю, они знают, что пугны нету. Да, быстро Тауэр, кстати, упадет. И можно потерять так мид-вышку. 60 секунд у нас до пугны. Да, Глиф есть, если что. Отходят, а под Алла Критериал очень больно бьет. В два раза больнее, чем обычно. Крипы умирают очень быстро. Мейдж Слэйр, кстати, у него есть, я вижу. И ждут Рошана. 4 секунды до Рошана. Надеюсь, Мерлин дотерпит. Один. И под ДД Рошана еще. Отлично. Отлично. Нет, 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 Види, зайди. Все, молодец. Ну, видишь, ну, куда ты? Мимо прошел Деорик. И сразу же реагировал. Алла Критериал сразу на нем. ДД, конечно, заканчивается, но быстро бьют. Будут ли скринскват дефать? Пока что стоят на базе. Уже половины ХП нету у Рошана. Встан в него. И заберут. Это фри Рошан для третий Рошан. Очень много с него упадет. Ребята все очень довольны. Плюс мораль для них. Разбирают, кто кому. А Еги, сдай, остается Марсу. Ну, решили Марсу отдать. Хорошо. Возможно, хотят, чтобы он все же дал свои два ультимейта, потому что в него постоянно дается дум. А после перерождения он наверняка все это сделает. Да, и, кстати, посмотри, рефреш у нас подбирает инвокер. То есть... Два катаклизма были. Два катаклизма можно наблюдать. ХЕКС ЛОТУКУНКИ, кстати, не знают, это команда КБУ. Да, и сейчас будет сильная драка. Найдут ли здесь кого-нибудь? Все в смоках. Марса увидели. Марс прыгает. Дается Дум в него. Но, если что, у него есть АЕГИС. Переродится. Катаклизм от инвокера. Очень много дамага влетает в Дума. Дум почти умирает. Но также у нас тут почти добивают инчу. Джаггер еле как доковырял. Тут визажа бьют. Птичек убивает. Инвокер прожимает рефрешер. Сейчас, скорее всего, второй катаклизм полетит. Марс живой. Ставится арена. Катаклизм. Очень много дэмэджа влетает. Пугна почти умирает. Марс в арене бьет. Перерождается. Выбивает АЕГИС. Пикачу бьют. Пикачу в БКБ. У Пикачу мало хипостаётся. Прыгает бабка. Рефрешер от Марса. Вторая арена. Опять очень много дамага. Визаж до сих пор живёт. Да убейте же этого героя. Визаж умирает. БКБ прожимает кунка. Убегает. Все калёные герои у скрин-сквада. Только Джаггер более-менее убегает на крутилки. Баррак один спушен. Второй надо допушить. В итоге это драка за КБУ. Очень много было у них ресурсов. Конечно, не столько убили героев, сколько они хотели. Прожимает скрин-сквад. Сразу рвут смоки. Пугна кунка. Дум на данный момент находится в смоках. Там птичка летает. Даёт вижн. Подолагрит. Леорик бьёт мид. Джаггер бежит. Хочет ворваться. Но нет у него ульты. Если что. Будет так крутилки убивать туда. Прыгает у нас Дум. Бьют Леорика. У Леорика нет ульты. Убивать Леорика 90 секунд его здесь не будет. Отлично. Отбиваются скрин-сквад. Да, хорошо. Сейчас зафокусили Леорика. Знали, что нет ультимейта у него. Слушай, ну вот этот Егиста на Марсе получается и зарешал драку. Был реализован, да. Да, только сейчас Леорик подфидил чуть-чуть. Зря он, конечно, без ульты пошёл. Ну, возможно, да. Мне кажется... Надо было отойти, не рисковать. Да, надо было... Не спушили, много героев убили. Все должны быть довольны. В итоге за Леорика-то достаточно много, смотри, получили. Да, ты заметил, как этот визаж просто выживал? Да, этот визаж, он живёт. Вот он... Там просто тонна дэмэджа. Два катаклизма залетает, два копья. Кричал, а я буду жить вечно. Ну, точно. В натуре. В натуре. В натуре. Так, победа на КБУ у нас 64%. Да, Веря, даже учитывая, что Леорик ошибся, а как мы знаем, одна ошибка — это что? Ты ошибся, слушай. Я ошибся? А может, Леорик? Нет, всё же я ошибся. Даже лучшие ошибаются. Даже лучшие ошибаются. А на Леориках только лучшие играют, как мы знаем. Да. Лучшие из худших. Лучшие из лучших? Лучшие из лучших, да. Ты хотел сказать. Ты хотел сказать. Ну, в итоге ждут у нас возрождения Леорика. 10 секунд до него остаётся, и как только он возродится, возможно, захотят сразу же подраться. Уже захватили вражеский лес, КБУ-ЮС. Да, у нас 5 секунд остаётся до ВК, и можно нажимать спокойно смок, мне кажется. Ещё и сыр дают ВК, кстати, посмотреть. Да, 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 да. Ну... Да, хотят по верху идти. Уже там заходят крипы. Надо будет сейчас ТП-шки делать в команде с Кринскват и дефать. Захватили вражеский аванпост. Первые ТП-шки пошли. Ребята не заходят, пока боятся. Башня падает. Башня падает, не успели задефать. Птичка бьёт. Вот это попугай. Ну, просто он этот Тауэр заковырял один, получается. Да, да, получается. Дело сделано, можно нового призывать. Следующего Кокаду, да. Да, следующего Кокаду. Смаки покупают Пугна. Скорее всего сейчас смаканутся на своей базе. Захотят зайти в спину. Ух ты, у нас там что ли Орик покупает. Будет сало вешать и бить критами. Да, и возможно, если, кстати, Джаггера зафокусить, то Джаггер-то моментально умрёт ещё и под катаклизмом. Ну, держит байбэк, если что. У него, конечно, блин, возможность есть купить, но не покупает байбэк, всё же нужнее в данной ситуации. Прожимают смаки, хотят подраться, но герои КБУ здесь уже не находятся. Уже далеко разошлись. Так, а будут ли у нас КБУ ещё смаки нажимать, слушай? Да, возможно, разворачиваю. Пока что, может, все байбэки фармят парни? Потому что игра-то сейчас уже 42-ая минута. Вот команда всегда берутся. Сейчас встретят у нас инчу, инча, это маленький, вот, размен. Это будет хорошо, это... Хотя она даже, она уходит сразу же делает ипо аут, но нет, на неё кидают крест. Она находится у нас в лотосе, бьют её. Бьют достаточно медленно, но она умирает. Но даже корабль пришлось потратить в эту инчу. 100 секунд её не будет, она после байбэка. Таймер. Да, и вот это печально. Печально маленько, да. Это печально. Ух ты, у нас там кунка 5000 имеет, хочет купить себе рефрешер, чтобы 2 БКБшки, 2 Хекса, 2 Сильверейджа, 2 корабля иметь. Всё проговорил. Да, кстати, 25 уровень у нас ВК, наконец ТАП берёт у нас правый талант. Да. А что там? По-моему, минус 2 секунды стана. Как я... Или минус 2 секунды критов, нет? Я, если честно, тоже не помню. Вот сейчас нам... Потому что я знаю, что у него точно есть, после возрождения даётся стан по всем. Да, но после возрождения даётся стан, да. Это лево, по-моему. Мы, к сожалению, не увидели, что-то Дота ТВ чуть-чуть не работает. Джаггер всё же покупает свой блин, скорее всего, хватает ему на байбэк. Здесь уже... Ух ты, так, у нас такая ситуация, что... Так, Тревелла у нас у Кунки... Два сапога у Кунки, всё! У нас есть персонаж, который купил два сапожка. Это здорово. Это сильно. Да, это работает. В принципе, мой Физы и Тревелла здесь нужны, так что... Думаешь? Да. Ну, как только у него появится какой-то другой слот, он Фазы продаст и купит что-нибудь. Да, сразу продаст. И, возможно, он сейчас не продаёт, чтобы, если поможет... Ну, хоть какие-то статы давались. Перед смерть успеть день продать его, да. Хекс, кстати, у Инвокера имеется. Да, а вот это уже серьёзно. Как мы помним... Ой, Хекс у Визажа очень много хексов на этой карте. Три хекса уже появилось. Будет у нас очень много свинюшек в файте бегать. И сейчас, возможно, встреча на низу будет. Инвокер стоит. И буквально напротив него находятся два вражеских героя. Джагернаут и Пугна. Слушай, ну вот сейчас драки, и они прям могут игру из-за решать. Да, очень быстро бегут на низ. Уже 44-я минута, кстати, да. Ну, заходит в лес, прячутся. Инча на миду. У неё таймер уже не такой большой. Инча уже, кстати, 20-й. Надо у ТПшиться, ТПшиться. Не успевает чуть-чуть Джаггер. Да, повезло здесь, что... Повезло, повезло. Не нашёл его всё-таки Джагернаут. Но он бы его не убил, потому что... Хотя там башня есть. Башня, башня. Возможно, он бы сразу ультанул за башню. А он бы не мог ультить там же линка у инвокера. А, да, да, да. Получается гений. Кстати, линка у нас ещё у Марса имеется. Да. Надоело ему ловить Doom каждую драку. Достаточно такой Марс уплотнённый. Да, и богатый. Так, здесь маки у нас, Doom в смоках. Двое в инвизе. Бегут, прыгает у нас, Doom промахивается. Ставится у нас арена. В ней все в БКБшках и в крутилках. Визаж летит дальше, хочет поймать у нас бабку. Бабку у нас сейвит. Пытается у нас сейвить Леорик, но убивает уже Максу. Убивает у нас бабку. Нет, бабка всё ещё живёт. Пытается спрятаться в лесу, но здесь летают персонажи. Она пытается уйти на птичками. Добивает в итоге минус два. Дают скринску ват. Да, имеются ли бэкки у этих персонажей. Да, здесь бы уже тяжело. Здесь у нас Реалмо почти поймали. Выбивают ему реинкарнацию. Возрождается, сразу прожимается БКБ. В него влетает корабль. Он под станом, откидывается своим станом. Дальше за ним бежит визаж. Превращаются две свиньи и бегут одна за другой. Сейвят его как только могут. Печеньки, форстафы, откидывается. 500 хп. Ему нельзя умирать. 100 хп. БК погибает. А если бэкбэк? Скорее всего нет. Так, здесь пушат мид вышку. Бабка откидывается у нас с Мортимаркисом. Лава. Очень много лавы. Визаж сел, похилился. Катаклизм от инвокера. Раскидывает всех. Джаггера почти убивает. Ставится в вард. Вард сразу же ломается. Откидывает у нас инвокера. Превращает тоже в синюю. Его пытается застрелить снайпфар. Байбайк от Леорика. Будет продолжаться у нас драка. Прожимает кунка БКБ. Джаггер в крутилке. Ломается у нас один из бараков. Бегут дальше за ними. У кунка заканчивается БКБ. Леорика дальше. Он прыгает. Ломает вард. Сейчас продолжится драка. У Леорика, если что, уже есть перерождение. Бьют Джаггера. Джаггер не переживет это. Убивает Джаггера. Сто секунд не будет Джаггера. Кунка у нас тут остается один из коров. Нет, визаж все еще рядом. Прошу прощения. Продолжается у нас драка. Бьют у нас кунка. Инвиз уходит. Сразу же ставится центряк. Половины хп уже нет у кунки. Продолжает его бить. Стреляет по нему бабка. Здесь Дум прыгает. Встанет. Дум в БКБ. Почти добивают у нас кунку. Кунка добивает. Ставится арена. Дум в БКБ бежит за бабкой. Бабку подкидывают. И сразу же садят. Но она еще жива. Убивает у нас Дума. Отличная драка от команды КБУ. Бегут дальше за визажом. Визаж очень быстро. Дальше за ним прыгает Марс. Копье не даст. Слишком далеко дает. Копье промахивается. Заходят сразу же на Рошана. Это будет четвертый Рошан. С него упадет очень много чего. В итоге потеряли у нас мид. Сверху у нас пушилась. Кстати. Да. Барак упал. Барак упал. Слушай. Скорее всего это будет конец игры. Имеется ли бэйбэк у нас у кунки. Да. Можно пожалуйста бэйбэк и показать. Посмотрим кого они есть. У нас есть бэйбэк у кунки. Хотя бы у кунки. Так что надо. Видишь. ВК подобрала Егис. В принципе можно и побычить. Маленько. Да. Конечно. Но тут. Джаггеру нельзя умирать. Джаггер протратил свой бэйбэк. Кунку еще ладно. Кунка может один раз умереть. И пока что три героя скринскват живы. Это ли невозможность зайти? Слушай. Еще имеется два сыра у нас у кубу. Да. Два сыра. Это же целый пир. Да. В принципе команды будут жить. Кунка бэйбэкается. Понимаю что сейчас будет заходить. Теперь у кунки тоже нету бэйбэка. Нельзя умирать. Возможно сейчас будет последняя драка. В этой игре сломают Т3. Кунка лупит. Леорика сильно пробивает. Придевает у нас Джаггер. Сразу же прожимает крутилку. Крутится по Реалму. Реалм умирает первый раз. Не забываем что у него еще есть Аегис. Здесь у нас корабль Кунки. Бьет у нас Барак Реалм. Стан в Кунку. Кунка есть БКБ если что. Дум у нас сзади заходит. Пикачун прожимает рефрешер. Катаклизм по всем. Бьет очень больно Думу. Пробивают у нас Леорика. Съедается у нас сыр первый. Почти убивают у нас Ничу. Инча в аганиме Леорика. Выбивают у нас Аегу из Леорика. Последняя жизнь у Леорика остается. Инча умирает. Марс у нас тоже умирает после аганима Леорика. Сныфайр тоже скорее всего здесь поймают. Отбились. Отбились. Кринскват. Отбились. Да. Маленько не хотелось добить Тавар. А возможно сейчас Пикачу кстати смотри. Да. 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 И возможно это мега крипы. Да. Это мега крипы. Но ценой чего? Ценой смерти четырех персонажей у команды КБУ. Леорик выживает. Пикачу сразу же байбекается. Понимаешь. А у них у всех есть байбек. Они правильно все сделали. Да. В итоге есть. Ну пока что. Ну скринскват могут дефать мега крипов. 48 у нас минута на экране. Даже 49 я бы сказал. В итоге очень много прожалось. Чего рефрешеры, БКБшки, сыры. Все потратили КБУ чтобы спушить эти бараки. У Кунки появляется рефрешер. Это рефрешер последней надежды. Потому что байбеки есть только у визажа Марса и Инчи. Поэтому надо вгрызаться в двух коров команды скринскват. Убить Кунку. Убить Джагера. И это конец игры. Да. Кстати у нас ВК еще планируют покупать себе рапиру. 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 В принципе отличный вариант. Заходят. Заходят. Команда скринскват. Думают что надо. Да. Надо сжать байбеки у кого есть. Марс, Инча. Видят. Не хотят. Говорят 20 секунд. Ну пожалуйста. Нет. Нажимают оба байбеки. Сразу же летит у нас Метеоры. Марс врывается. Нажимает БКБ. Ставит арену. Выходит из нее сам. Катаклизм от Инвокера. В итоге арена в никуда. Только выиграет чуть-чуть время. Хотя нет. БКБ потратил Кунка. БКБ еще потратил. Копье мимо. Копье мимо. Но вставится вторая арена. Протратил рефрешер. Леорик стоит в стане. Бьет под БКБшкой. Если что переродится. Джагера бьют. Джагера не пробивает. Инвокер БКБ раскидывает скил. Которые есть. Фамильяры пушат трон. Надо убить фамилья. Это Russia трон. Это трон. Нету. Ничего. Скринсквад выигрывает. Скринсквад выигрывает эту игру. Вот что это. Слушай, я только скрин мог пойти вот так в трон. Только скрин. На мужика. На мужика. Слушай, я как будто сейчас смотрел какой-то финал интернешнл. Я бы даже сказал финал винлайт и сайт. Да, винлайн и сайт. Как будто. Слушай. Отличную игру показали у нас команды. Скринсквад в итоге скринсквад забирают. Эту карту. Неожиданно для всех нас. Я был уверен, что КБУ сейчас дожмут. Но дожали скринсквад. Не побоялись. Не побоялись. Пошли в трон. Без байбэков. Леорик пытался отбиваться. Конечно, Леорик живет вечно, как мы знаем. Но скрин живет еще более вечнее. И еще более дольше. Да. Так что этот парень знает, как в доту играть. Каких парней себе в команду набирать. Как мы видим. Очень. Очень хороший стак у скрина вышел. Давайте посмотрим, как у нас там аналитики. Отошли ли от этой игры. Я думаю, они там тоже в шоке. Мы на сегодня прощаемся. Спасибо за то, что нас смотрели. Слово аналитикам.